так 11.00 мы во всеоружии готовы приступить к нашей конференции дорогие друзья доброго времени суток кто-то тут пишет добрый день кто-то пишет доброе утро но по нашим уже по нашей сложившейся традиции сейчас откуда-нибудь с дальнего востока прилетит а у нас уже вечер или ночь предыдущие вот мое выступление мне а мы все вас слушаем это и приятно с одной стороны с другой стороны просто по нынешним временам положено более правильно говорить доброго времени суток даже вы никогда не можете угадать какое время сейчас у всех слушателей которые присоединились к нашей конференции это будет третья конференция третье выступление третье обсуждение так я бы сказал проблем связанным с к вид инфекцией хотя наше общество московское городское научное общество терапевтов постаралась не пропустить ни одного нашего заседания формально они у нас проходят по средам это время вынуждены из-за а 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 много а это конференция называется актуальные вопросы терапии внутренних болезней но с учетом того что мы собрать физически конференцию не можем все закрыто как с учетом того что вообще сейчас обстановка внутренних болезней в эпоху к вид инфекции ну и кроме того к сожалению мы вынуждены сократить количество выступающих выступающих потому что у нас было запланировано много десятков лекций и конечно формат вот такой вебинар конференции уместить большое количество выступающих практически невозможно а сделать по секционам ну теоретически можно сделать как это вроде бы и каждую секцию отдельно но очень небольшое количество слушателей ну и как бы это лишено смысла поэтому мы отобрали может быть наиболее значимые вопросы которые хотелось бы обсудить на конференции наиболее яркие вопросы и и их вам представить значит в значительной степени мы будем обсуждать вопросы связанные с амбулаторным ведением больных хотя будут наверное и выступления касающиеся стационарного ведения но в первую очередь конечно традиционно у нас всегда на первом месте это вопрос амбулаторного лечения поэтому вот собственно говоря конференция будет содержать такие вопросы значит сначала я расскажу про амбулаторное лечение ковид инфекции как это не звучит странно но тем не менее эта группа пациентов ну я бы сказал брошенная сегодня на произвол судьбы дальше мы будем обсуждать сахарный диабет и ковид 19 что нужно знать врачу это юрий алексеевич редькин и я уверен что это тоже будет больше в большей степени посвящено амбулаторным проблемам следующее более такая углубленная тема это объемная синтеграфия в диагностике раннего поражения почек у пациентов с подагрой но только на первый взгляд тут синтеграфия выпирает а на самом деле мы все равно будем разговаривать именно о проблемах подагрических проблемах проблемах больных с подагрой будет выступать маргарита александр 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 следующая тема особенности диагностики лечения артериальной гипертонии в условиях самоизоляции это будет профессор савинков михаил петрович рассказывать многие наши участники члены общества его прекрасно знают он регулярно выступает это его любимая тема как вообще давление померить нормально начиная с этого вообще как жить больном из гипертонии тем более сейчас действительно когда доступность медицинской помощи упала Андрей Алексеевич Зайцев интерстициопатии при ковид-19 он предлагает такое название ну его право главный пульмонолог московского министерства обороны простите начальник пульмонологического отделения главный пульмонолог госпиталя Бурденко у него свой опыт работы с больными с ковидом у него интересный подход собственный разработанный сейчас мы уже видим я уже выдам что называется тайну что этот подход используется и в мире тоже поэтому здесь нет какого-то сверхъестественного выдающегося из общей мировой практики общей мировой тенденции направление но к сожалению это направление не востребовано в России вот удивительно то что в России меньше всего слушают собственных врачей собственных профессионалов и наконец последний у нас будет доклад выявление ранних признаков ковид-19 по опросу пациентов в системе медикейс речь идет о системе искусственного интеллекта который мы сейчас планируем запускать буквально вот днями может быть сегодня может быть завтра по доврачебной диагностике по признакам которые могут помочь в этом диагнозе для того чтобы больной к врачу уже приходил с какой-то диагностической гипотезой для того чтобы можно было четче составить план обследования пациента уже на первом этапе до доврачебного так сказать приема потому что сегодня фактически получается так что больной приходит не больной не врач не знает что его ждут ждет и фактически начинается с белого листа гораздо проще иметь уже какую-то предварительную диагностическую гипотезу вот значит я вот смотрю тут обычно начинается у нас плохое видеоизображение плохой звук значит первый вопрос проверяйте свои сети да у вас может быть плохой интернет из-за плохого интернета у вас звук будет для всех то есть вы не сможете услышать или увидеть поэтому здесь это принципиально второй вопрос или ответ мы все выкладываем на ютюбе и через там пару дней вы сможете посмотреть даже если у вас сейчас не получится посмотреть все в живую единственное что конечно в живую вы можете задавать вопросы написать какие-то свои точки зрения кочки зрения и в процессе мы сможем их обсудить может быть ну и наверное вот в таком заключительном вступительном слове я хочу сказать что я опять веду репортаж из с улицы поэтому вы здесь можете слышать дополнительные шумы в виде пения птиц в виде детских голосов иногда лая каких-то собак ну это вот такие особенности нынешние нынешних времен мы решили что вести нашу конференцию из дома будет несколько скучновато поэтому некоторое разнообразие все-таки хоть посмотреть из квартир на то как выглядит современная природа современная я имею ввиду за те два месяца что люди находились в изоляции от нее вот кто-то написал красота какая ну действительно красиво да мы так вот мы так живем много лет уже уехали из города живем в подмосковье в окружении сосен и всего прочего вот ну десять минут вступления я думаю что более чем достаточно за это время народу много подключилась поэтому я наверное могу приступить к собственному докладу да первый доклад мой сейчас появятся слайды инфекции ковид-19 на сна московского городского научного общества терапевтов председателем которого я собственно говорю что это не 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 личный конфликт интересов это поддержка нашей конференции золотой спонсор берлин хими минорине спонсорами выступает гидон рихтер компания асцензия промет с и с медика а также есть информационные партнеры которые и обеспечивают эту конференцию и много очень сделали с точки зрения поддержки ну нашей в целом это медикейс и терума бисети ну поэтому вы понимаете что мы вынуждены будем вынуждены не вынуждены мы будем каким-то образом касаться тех вопросов которые связаны с работой этих компаний мы очень благодарны на самом деле компаниям за то что в это тоже в общем непростое и для них время они находят возможности работать с нами активно нас поддерживают многие компании по много раз уже поддерживали наши вебинары и мы считаем что это это что называется дорогого стоит поэтому благодарность безусловно должна быть выражена основные темы доклада значит первое я расскажу несколько слов собственно о рекомендациях Московского городского научного терапевта общество терапевтов по лечению ДВС синдрома при вирусных респираторных инфекциях я расскажу о цитокиновом шторме воспалительно-тромботическом торнадо я расскажу о ДВС диагностике ДВС синдрома и собственно говоря несколько слов про амбулаторную терапию ДВС синдрома при начальных стадиях инфекции попробую обосновать для вас почему мы к этому пришли я вспомню недобрым словом гидрохлорохин и проблемы нарушения ритма сердца и другие проблемы амбулаторного лечения которые встречаются у пациентов с которыми нам приходится сталкиваться и последнее это будет терапия на стадии реконвалисценция то есть попытка как-то объяснить что делать с этими пациентами дальше потому что сегодня они имеют очень длинный хвост болезни неожиданно длинный хвост болезни и совсем не очевидные методы терапии это этих состояний значит почему мы взялись за написание клинических рекомендаций я бы их не назвал клиническими рекомендациями в таком широком и общепринятом смысле этого слова я бы их назвал скорее рекомендациями почему потому что они отличаются и по структуре и по содержанию и по уровню доказательности от того что мы привыкли называть клиническими рекомендациями проблема в том что в основном весь сегодня опыт это это бесконечная эмпирическая тематика да мы посмотрели 5-6 случаев и вот мы видим то-то и то-то и то-то ну к сожалению мы вот наша группа наша компания это компания учеников Зинови Соломоновича Баркагана и Андрея Ивановича Воробьева мы виноваты перед всеми потому что при гриппе H1N1 в девятом-десятом годах нами была применена с высоким очень эффектом терапия ДВС синдрома в разных клиниках и в четвертом управлении и в Барнауле это гепарины это свежезамороженная плазма и плазма ФРС позволили снизить летальность в группе на ЭВЛ да на искусственной вентиляции легких удалось снизить летальность десять раз но оказалось и сейчас вот это я нахожу подтверждение что практически научных работ на эту тему никто не написал и мы из-за конфронтации с Минздравом в то время не смогли оформить оформить клинические рекомендации это нас не очень извиняет но это хотя бы объясняет ситуацию не смогли оформить нормальные клинические рекомендации некие сургатные рекомендации были опубликованы в независимой газете десятого года то наверное сегодня мы начинали бы не с белого листа не с борьбы за так сказать за термины как это сейчас происходит а мы бы имели все-таки какую-то отправную точку и главный вопрос что все проявления тяжелых инфекций стереотипны не зависит как выяснилось от того вирусной этой инфекции или бактериальная и все они реализуются через механизм внутрисосудистого свертывания крови в этом году 25 января то есть практически начали еще до нас и до Европы еще ничего не дошло много тяжелых больных я сразу высказал в интернете мнение о необходимости терапии ДВС синдрома при ковид-19 однако до 28 апреля в рекомендациях Минздрава этого подхода не было хотя я неоднократно обращался к тем кто пишет эти рекомендации но к сожалению там этого не было отмечено но и даже то что появилось 28 апреля появилось в высеченном виде правда надо признать что во многих странах мира к этому времени уже появились рекомендации по применению антикоагулянтной терапии возможно отчасти это связано с тем что я так сказать очень много по этому поводу говорил дело в том что интернет все не позволяет распространять информацию повсеместно и она разлетается буквально с огромной скоростью параллельно выявилась группа реаниматологов российских которые активно отрицают ДВС синдром при респираторной инфекции они в общем на самом деле блокируют сегодня развитие этого направления ну и сегодня во всем мире появилось уже довольно много работ о применении плазмофереза у тяжелых больных несколько больниц в Москве в Барнауле в Москве несколько больниц активно используют плазмоферез наряду с антикоагулянтной терапией пока я не знаю результатов но есть отзывы людей о том что мы израсходовали все запасы фильтров для плазмофереза и вот перешли на центрифужный ручной плазмоферез потому что надо спасать людей поэтому МГНОТ примерно вот месяц назад взяла на себя повышенные социалистические обязательства по созданию рекомендаций имея в виду что рекомендации будут актуализироваться по мере накопления новой информации и собственно говоря то что я сегодня буду рассказывать это одна из один из этапов актуализации вы видите что это довольно большой авторский коллектив из разных стран здесь и Казахстана и Набеку Баяналькенна и много российских ученых много людей по фамилии Воробьева но не все мы родственники Надежда Воробьева из Архангельска она даже не однофамилец как говорится в таком случае Аслан Жукаев работает в Норвегии Валерий Анатольевич Елыкомов кроме того что он профессор завкафедры депутат Госдумы Андрей Алексеевич Зайцев я уже его представлял Любовь Сергеевна Краснова доцент первого меда Андрей Павлович Мамот директор алтайского филиала Талиб Амир Каренович аспирант Роттердамского университета и Яков Наум Шойхет крупнейший специалист по патологии легочной тяжелой патологии по применению этих подходов именно у этих больных тоже из Алтайского госмедуниверситета рекомендации будут выходить под нашей совместной редакцией я как председатель общества Валерий Анатольевич Елыкомов как один из учеников Зиновь Исламоновича Баркагана крупный организатор здравоохранения он работал министром Алтайского края главным врачом и ну сейчас я уже сказал заведует кафедрой и является депутатом Государственной Думы ну я напомню эту картинку она может ни к селу ни к городу так как к моему докладу ну просто красивая картинка о том что мы с вами не самые худшие по летальности на 100 тысяч населения да ну Китай понятно там про Ухань если говорить то там будет все черно ну не черно но во всяком случае не такая картинка а так вообще в Китае все нормально но удивительно что во всех во всей юго-восточной Азии где же проживает очень много людей вообще все очень прилично и в Японии и в Корее тут все нормально а плохо во всей Европе причем все все время обсуждают Швецию но она далеко не худшая из других стран тут и в Бельгии полно и вообще куда ни плюнь очень высокая летальность ну и в Соединенных Штатах удивительно что здесь высокая летальность в Канаде мне казалось что там не такая она большая ну просто в Канаде народу наверное мало поэтому летальность получается на 100 тысяч населения высокая переходя к ДВС-синдрому я напомню что мы имеем дело с иммуно-опосредственным ДВС-синдромом это не тот ДВС-синдром которому может быть многие привыкли вот острое кровотечение в родах кровь не сворачивается и так далее нет здесь это другой совершенно ДВС-синдром с тромботическими в первую очередь проявлениями и мы его в общем знаем по антифосфолипидному синдрому по различным воспалительным заболеваниях при инфекциях его достаточно много в основном речь идет о гиперкоагуляции без геморрагической составляющей нет синдрома потребления факторов свертывания тромбоцитов в противосвертывающую систему и так далее и как правило не развивается недостаточность функции почек то есть это такой хронический подостро протекающий ДВС-синдром к которому мы относимся спокойно мы его даже часто не диагностируем и не всегда лечим хотя все больше и больше больных сейчас начинают получать терапию под разговоры о профилактике тромбоэмболизма и так далее в данном случае мы имеем совершенно иную картину резко внезапно обрушивается цитокиновый шторм то есть высвобождаются цитокины связанные с разрушением клеток это массивный и одновременный процесс и он начинает напоминать острейшие формы ДВС-синдрома при различных травмах и так далее но ДВС-синдром отличается тем что он отрывается от исходного процесса превращаясь в торнадо и втягивает в себя внутрь себя втягивает различные воспалительные и коагуляционные каскады и вот этот торнадо собственно и вызывает те нарушения которые мы видим которые мы описываем как осложнения исходно речь шла только о патологии или в основном патологии легких но мы прекрасно знаем что это патология почек и патология других органов пусковой режим механизм простите этого торнадо этого шторма это поражение эндотелия обычно система свертня ограничивает фибринозным воспалительным валом очаги инфекции блокируя распространение инфекции и блокирует собственно влияние цитокинов на весь организм в целом когда идет вот такой мощный всплеск иммунных реакций то повреждение эндотелии в легочных сосудах она лишает возможности отграничения процесса и этот тяжелейший эндотелиоз сопровождается еще одним мощнейшим сложнейшим нарушением проницаемости сосудистой стенки ну вот здесь вот рисунок буквально 20 числа вышел 20 0 5 вы видите вот альвеолы нормальные красивые такие ажурные рисуночки все тут правильно одинаковые так далее и вот пораженные альвеолы да вы видите как они разрушены это разрушены эндотели да собственно говоря вот это и приводит к массивному тромбозу вот это разрушение автор описывает следующую картину это эндотелиальное повреждение за счет внутриклеточного вируса то есть вирус в клетке ее вирусы в клетке ее разрушают наличие разрушенных клеточных мембран их видно распространенный тромбоз микроангиопатией альвеолярные капиллярные микротромбы то есть это уже микротромбы вот прямо совсем в самых мелких сосудах даже в стенках альвеолы они обнаруживали наличие микротромбов внутри тканевые микротромбы и диффузное альвеолярное повреждение с массивным интерстициальным отеком и обширными отложениями фибрина да то есть вот такое вот поражение которое довольно хорошо видно на этом рисунке это нормальный легкий воздушный а это вот фибриновый эксудат в полости альвеол нарушенная проницаемость приводит тому что фибрин прямо внутрь альвеол вылезает и сворачивается образуется фибриновый сгусток а здесь вы видите огромное количество эритроцитов в просвете альвеол фактически это свернувшаяся кровь ясно что такая картина не дает возможности человеку дыхать и у него как раз развивается тот самый пресловутый острый респираторный дистресс синдром поскольку эндотелий не удерживает кровь внутри сосудов то возникает возникает специфическое такое проникновение жидкости со всеми цитокинами стаканевым тромбопластином и и исчез рент и исчезает площадки ж independent естественно в этом месте формируется условие для развития бактериальной инфекции, она может потом присоединяться, но ее не так много, как это, не странно. Вот. И при вот гриппе H1N1, тоже отметили авторы предыдущие, которых я цитировал, очень выражен отек, и кровь пропотевает в полости альвеол гораздо чаще, чем при COVID-19. И легкие у них получились в полтора раза тяжелее при взвешивании, чем при COVID-19. Ну, вот особенности H1N1 и COVID-19, они все-таки некоторые присутствуют. Надо сказать, что при H1N1 и процесс происходит гораздо быстрее, чем при COVID-19. Значит, процесс ДВС-синдрома самоподдерживающий, он цикличен. Новые повреждения органов и тканей усугубляют патологическое свертывание крови. Обычно вся система свертывания работает как система сдержек и противовесов, она пытается соблюсти баланс какой-то между свертыванием и антисвертыванием. Ну, и баланс все время меняется, и даже когда патологическое свертывание, в сноу баланс имеет место быть. Я напомню, что такое синдром ДВС. Это неспецифический общебиологический ответ на воспаление, повреждение и гибель клеток, трансляционные нарушения. В виде распространенного образования тромбов микроцептон. иммунокомпетентных клеток Т и Б лимфоцитов. он рекрутирует ответ с участием нитрофилов, и он же активирует свертывание крови, переводя фактически иммунную реакцию в активацию свертывания. Ну, такова его функция. Функция. Если говорить сложных каких-то исследований, в принципе, Зиновь Сламонович Баркаган, который очень много сделал для развития ДВС-синдрома, он говорил о ситуационной диагностике. То есть, достаточно понимать ситуацию для того, чтобы ставить диагноз. Свидетели свертывания крови, то есть, процесса самого свертывания, это растворимый комплекс фибринмономеров, это дедимеры, это продукты деградации фибриногена ПДФ, это число тромбоцитов и фрагментации эритроцитов или шизоцит, как их иногда называют. К сожалению, сегодня при использовании автоматов анализаторов крови фрагментация эритроцитов бывает достаточно редкой в анализе, но вообще-то она хорошо видна. Для уточнения терапии, особенно в острых ситуациях, необходимо знать уровень антитромбина 3 и желательно знать уровень фибринолиза. Самый простой тест это 12-азависимый фибринолиз. Уровень фибриногена, к сожалению, мы видим совершенно сегодня другой набор АЧТВ, протромбиновое время, тромбоэластограмма, все это не имеет прямого отношения к ДВС-синдрому, хотя, конечно, может использоваться как дополнительное исследование. И маркеры воспаления это цирреактивный белок, ферритин и антитилак фосфолипидов. Терапия ДВС-синдрома при вирусной инфекции нужно разделить на относительно легких больных и средне-тяжелых и от средне-тяжелых до тяжелых. Три основных направления это воздействие на цитокиновый шторм, воздействие на воспалительно-тромботический торнадо, то есть следующий этап, и замещение выпадающих функций органов у тяжелых больных при развитии полиорганной недостаточности. И сейчас в процессе обсуждения, чтения огромного количества литературы понимания ДВС-синдрома при Продолжение следует... Не коронарогенным, извините, просто инсультом, когда тромбы летят из полости сердца. Мы же сегодня не видим и не ищем локальных тромбозах, ни в венах, ни в сердечных полостях, но назначаем антикоагулянты профилактически, а ведь есть еще профилактика антиагрегантами, аспирином, диперидамолом, клопидогрелем и так далее. То есть это достаточно широко применяемый сегодня подход в лечении, ну, относительно, скажем так, сердечно-сосудистых заболеваний, хотя тромбоэмболии к таковым, в общем, не очень и относятся. Сегодня... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Диарея 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 работают при самых тяжелых ситуациях, например, при критической шеме нижних конечностей, и в общем-то рекомендации здесь могут иметь место быть. Таким образом, репамепид может быть препаратом для защиты слизистой при патологии, связанной с ковид. И, наверное, применять этот препарат стоит. Головная боль, слабость и температура. Значит, на мой взгляд, речь идет о поражении головного мозга. То ли воскулиты, то ли микротромбозы, то ли их сочетания поражают головной мозг, и в результате мы имеем резчайшую головную боль, резчайшую слабость, потеря обоняния и вкуса до 30-40%, а кто-то пишет до 60%, появление снов, видений, потеря ориентации во времени и мести. У многих путность сознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 что тут еще всего два вопроса у меня ну про дозы препаратов я позволю себя себе не отвечать значит незначительные тромбоциты пенис лимфоцитоза ситуация назначать я как раз рекомендую сейчас больше оральные антикоагулянты 6 6 недель болезнь надо надо ли антикоагулянты не принимали я не могу ответить на вопрос понимаете так может надо может не надо напишите мне я могу ответить более конкретно тогда так ну все остальное про звуки хорошо тогда я в принципе никуда не ухожу здесь можно восьмая неделя после перенесенной инфекции перед температура сохраняется значит написать мне можно через фейсбук в личку очень просто глюк-кортикостероиды будем обсуждать в последнем докладе хорошо значит следующий у нас юрий лисеевич редькин наш вечный лектор который много лет уже выступает на наших конференциях нуждаем проблемы сахарного диабета и к вид инфекции пожалуйста добрый день уважаемые коллеги я надеюсь меня слышно сейчас немножко я разберусь слайдами это не первый слайд итак уважаемые коллеги сегодня мы будем говорить про особенности течения ковид инфекции при сахарном диабете причем конечно же нужно говорить об этом именно в амбулаторных условиях поскольку те негативные последствия которые происходят уже в условиях стационара о них я скажу чуть позже они во многом зависят от того насколько мы сегодня знаем что делать именно в амбулаторных условиях с этими пациентами ну и очень часто в амбулаторных условиях действительно мы сталкиваемся с вопросами пациентов которые они нам задают по поводу того как относиться к вид 19 какие особенности поведения у этих пациентов с к вид 19 ну и вот поэтому мне бы хотелось построить сегодняшнее свое сообщение в виде вопросов и ответов вот те вопросы которые нам может задать пациент и как мы могли бы на них ответить ну и пожалуй одним из частых вопросов с которым мы сталкиваемся в практике это вопрос который звучит так действительно ли у пациентов с сахарным диабетом имеется большая вероятность заражения к вид 19 то есть действительно ли наличие сахарного диабета приводит к тому что наши пациенты заражаются чаще чем общая популяция к сожалению вот несмотря на то что в общем тогда огромное количество в мире пациентов зараженных к вид 19 но вот информацию о распространенности сахарного диабета среди пациентов к вид 19 выявить достаточно сложно но вот мне удалось найти вот эту статью в общем очень интересное сочетание это итальянские авторы проанализировали сделали мета анализ китайских авторов соответственно вот что же они получили они показали что распространенность сахарного диабета среди пациентов инфицированных к вид 19 она ничем не отличается и не имеет каких-то особенностей по уровню инфицирования то есть количество пациентов инфицированных к вид как среди пациентов с так среди общей популяции оно одинаковое то есть на сегодня ну и есть еще исследования которые показали то же самое и поэтому на сегодня можно сказать что данных что пациенты с сахарным диабетом заражаются чаще к вид 19 чем население в целом они отсутствуют то есть здесь наши пациенты могут быть спокойны но возникает другой вопрос да действительно ли у пациентов с сахарным диабетом имеется большая вероятность развития серьезных осложнений от к вид да ну раз заражаются не так часто а про диабет говорят при к вид достаточно много то соответственно а вот в чем как бы негативная реакция негативные последствия сочетания диабета с к вид инфекции ну прежде чем об этом говорить надо вспомнить да что даже у пациентов без сахарного диабета где-то 80 процентов к вид инфекции протекают в легком или средне тяжелом состоянии или даже совсем бессимптомно и только где-то 13 и 8 процентов пациентов имеют тяжелое течение и где-то около 6 процентов пациентов имеют критическое течение к вид инфекции ну и соответственно возникает вопрос а насколько тяжелые формы к вид инфекции распространены именно при сахарном диабете здесь также есть ряд исследований о которых мне хотелось немножко рассказать да но вот опять тоже итальянские авторы по китайским материалам вот они показывают что риск более тяжелых форм к вид 19 при сахарном диабете составляет 226 то есть больше чем в два раза риск тяжелых форм при к вид инфекции в сочетании с сахарным диабетом выше но оказалось что сахарный диабет здесь далеко не ведущая причина утяжеления течение к вид 19 ну вот это другое исследование тоже китайская соответственно они показали что например риск хронического риск тяжелого течения к вид 19 при хроническом обструктивном болезни легких составляет 597 то есть намного выше чем при сахарном диабете если взять например болезни почек то здесь риск тоже более чем в два раза выше если взять сердечно-сосудистые заболевания то это 293 это тоже выше чем сахарный диабет ну и если взять нарушение мозгового кровообращения то здесь также риск составляет выше трех то есть не только сахарный диабет а сочетание на к вид инфекции с любыми коморбидными заболеваниями особенно это касается конечно хоббл болезни почек сердечно-сосудистых заболеваний нарушение мозгового кровообращения вот здесь риск действительно резко возрастает это же показывает другое исследование вот вы видите да соответственно нижняя линия это исходы при к вид просто без сопутствующих заболеваний верхняя линия это какое-то вот из вышеперечисленных сопутствующих заболеваний соответственно вы видите что риск утяжеления инфекций при добавление какого-то сопутствующего заболевания он становится выше ну и естественно он становится еще выше если добавляется два и более сопутствующих заболеваний то есть тяжесть течения ковид 19 зависит от того есть ли сопутствующие заболевания и сколько этих сопутствующих Но также мы с вами привыкли, и это известно еще до COVID-19, что при сахарном диабете риски, связанные с инфекциями, с любыми инфекциями, они выше. И это, конечно, зависит от уровня компенсации сахарного диабета, то есть от уровня гликированного гемоглобина. Ну, перед вами вот это исследование, которое и было проведено не на COVID как раз, а на предыдущей эпидемии, да, H1N1. Соответственно, мы с вами здесь также прекрасно видим, что риски каких-то неблагоприятных для пациента событий, в том числе и смерти, больше и зависят от уровня гликированного гемоглобина. Чем он больше, тем риск этих событий больше. Но это было известно давно, и, соответственно, вот другое исследование это подтверждает, это опять не COVID-19, это 2006 год. И, соответственно, мы видим, что опять-таки, чем выше гликированный гемоглобин, тем, соответственно, вероятность отсутствия каких-то неблагоприятных явлений, оно становится выше. Но, опять-таки, эти исследования проводились ранее. Что на данный момент и что же происходит с COVID на сегодня? Вот буквально пять дней назад впервые было опубликовано крупнейшее английское исследование, которое охватило почти все население Англии, а это более 62 миллионов человек. И, соответственно, это исследование задалось целью выявить относительные абсолютные риски смерти, ну, правда, в стационаре, с COVID-19 по типу диабета с учетом ключевых факторов. То есть сюда вошло в это исследование больше 250 пациентов с сахарным, тысяч пациентов с сахарным диабетом первого типа и более 2,5 миллионов пациентов с сахарным диабетом второго типа. Ну, и вот мы, соответственно, видим, что смертность в стационаре при сахарном диабете, она, конечно же, выше, чем в обычной популяции. Но, забегая вперед, скажу, что 30% смертей в стационаре были именно с сахарным диабетом, по данным этого исследования. Ну, и, соответственно, какие же это были пациенты, да? Здесь это исследование почти ничего нового нам не дало. То есть это пожилые пациенты, начиная с возраста 65-70 лет. Причем мужчины умирали несколько чаще. Ну, и надо сказать, что смертность при диабете первого и второго типа была также выше, особенно при диабете первого типа. Это где-то в 3,5 раза выше, чем в обычной популяции. Соответственно, если это были еще и плюс дополнительные какие-то заболевания, то есть ишемическая болезнь сердца, церебровоскулярное заболевание, сердечная недостаточность. Вот те данные, о которых я говорил ранее, они также подтвердились. То есть присутствие вот этих других дополнительных заболеваний также увеличивает риск смертности в стационаре от COVID-инфекции. Ну, и вот как раз я говорил уже про возраст и про различные типы сахарного диабета. Так вот, также оказалось, что смертность при сахарном диабете первого и второго типа, она, естественно, выше. Ну, и, наконец, я уже говорил про гликированный гемоглобин. Вот на этом мне остановиться хотелось бы еще раз отдельно. Вот это уже последние данные об уровне гликированного гемоглобина. И, на мой взгляд, они очень интересны. То есть смертность у пациентов с гликированным гемоглобином чуть-чуть ниже нормы, она также была несколько выше и почти такая же, как при гликированном гемоглобине, допустим, выше 8%. То есть получается, что вот эта кривая смертность, она имеет У-образную форму. То есть есть маленькая смертность, это при гликированном гемоглобине 7,1-7,5%. И она несколько выше при более низком и при более высоком уровне гликированного гемоглобина. Аналогичная, кстати, У-образная кривая была и в зависимости от индекса массы тела. То есть пациенты с более низким индексом массы тела, с дефицитом веса и пациенты с избыточным весом также имели повышенный риск смертности в стационаре при сахарном диабете. И та же картину мы видим при сахарном диабете второго типа. Абсолютно практически похожие данные для гликированного гемоглобина и для индекса массы тела. Ну и на основании этого исследования в итоге были рассчитаны риски смертности при сахарном диабете. Ну и мы с вами видим, что при сахарном диабете первого типа больше риск имеют пациенты, мужчины с сахарным диабетом первого типа в возрасте старше 70 лет, также негроидной азиатской национальности. При втором типе это опять мужчины старше 70 лет, негроидной национальности. Ну и почему я привел здесь данные по этническим группам? Ну вся на сегодня известная информация, она имеет азиатское происхождение, Китай. Мы все это прекрасно понимаем. Ну понятно, мы видим, что есть все-таки различия в, ну по крайней мере при сахарном диабете, в этнических группах по последствиям COVID. Соответственно, не всегда, наверное, верно применять данные азиатских на данные европейских национальностей. Ну и далее, по уровню гликированного гемоглобина, наибольшей вероятность смерти, как при первом, так и при втором типе, имеют пациенты с гликированным гемоглобином выше 10. А именно поэтому целевые значения и рекомендации для гликированного гемоглобина, они как раз основываются на том, что предельное значение должно быть не более 10 гликированного гемоглобина. Также больший риск при первом типе диабета имеют пациенты, у которых длительность диабета менее 1 года и более 15 лет. То есть это вот те группы пациентов, на которых, в том числе и при амбулаторном ведении, мы должны уделять особое внимание. То есть это пациенты менее 1 года с длительностью диабета и более 15 лет с длительностью сахарного диабета. Ну и, наконец, сопутствующие заболевания также утяжеляют риск COVID-19. Соответственно, это скорость клубочковой фильтрации и индекс массы тела, чего подтвердило это данное исследование. Ну и сопутствующие заболевания также подтверждаются этим большущим исследованием. Таким образом, действительно, люди с сахарным диабетом сталкиваются с более высокой вероятностью серьезных осложнений при COVID-19. Но, однако, риск этих осложнений, конечно, будет ниже, если диабет хорошо управляется. При резких колебаниях уровня глюкозы крови пациенты, как правило, подтвергаются риску ряда связанных с диабетом осложнений, которые, собственно, и увеличивают вероятность более тяжелого течения инфекции COVID-19. Ну и следующий вопрос, который возникает, какие же симптомы и признаки имеет заражение COVID-19? Ну вот перед вами общие симптомы при коронавирусной инфекции. Вы видите, здесь ничего нового я не скажу. Это лихорадка, сухой кашель, слабость, образование мокроты, ну и так далее, и так далее. Но проблема в том, что при сахарном диабете многие из этих признаков могут быть сглажены. То есть при сахарном диабете не всегда развивается достаточно высокая лихорадка, не всегда могут быть те или иные симптомы классические, о которых мы с вами говорим. А поэтому, когда мы говорим о пациентах с сахарным диабетом, да, действительно, мы должны, особенно в амбулаторных условиях, акцентировать их внимание на симптомы подозрительные на заражение COVID-19. То есть это все классические симптомы, которые вы только что видели, но пациенты должны четко знать симптомы, при которых немедленно надо обратиться в врачу, потому что вот именно эти симптомы при сахарном диабете как раз могут быть. А те симптомы, которые были указаны выше, могут и отсутствовать. А, соответственно, это затруднение дыхания или отдышка, постоянная боль или давление в груди, ну а тем более, если это спутанность сознания, посинение губ или лица. Вот это те симптомы, которые обязательно должны, обязательно должен знать каждый пациент с сахарным диабетом и обязательно обращаться к врачу, если они возникли. Ну и следующий вопрос возникает. Хорошо, пациент все-таки заболел. Он имеет эту инфекцию. Понятно, что госпитализируют в настоящее время только тяжелых пациентов, но вот рекомендации, которые на сегодня есть, они, к сожалению, не очень четко обозначают, а нужно ли госпитализировать пациентов с сахарным диабетом сразу, как только возникли симптомы инфекции. Да, рутинная практика на сегодня – это тяжелое течение, но вот благодаря вот этому исследованию, которое я привел, английское, там организаторы здравоохранения дали такую рекомендацию, что все пациенты с сахарным диабетом должны госпитализироваться с ковид-инфекцией, потому что риск тяжелого течения у них более высокий. Ну и, тем не менее, вопрос о госпитализации на сегодня у нас пока спорный. Ну и какие рекомендации мы должны дать пациенту в амбулаторных условиях? Конечно, поскольку течение ковид зависит от гликированного гемоглобина, поэтому, конечно, часто надо контролировать уровень глюкозы крови и вести дневник – это 6-7 раз в день. При повышении уровня глюкозы крови выше 13-15 обязательно определение ацетона в моче по тест-полоскам. Пациентам с сахарным диабетом второго типа на пероральной терапии может потребоваться добавление инсулинотерапии, об этом нужно всегда помнить, потому что при сахаре крови выше 13-ти все-таки желательно, особенно при тяжелом течении ковид-инфекции, перевод на инсулинотерапию. Ну и также, возможно, повышение температуры тела на фоне повышения температуры тела и увеличение доз инсулина при сахарном диабете первого типа. Ну и, конечно, это повышенное потребление жидкости, избежание приема диуретиков и контроль температуры. Я немножко остановлюсь, я вижу вопрос возникновения диабета впервые во время ковид-инфекции или в период реконвелесценции? Ну, вопрос, я так понимаю, о том, что если впервые во время ковид-инфекции повысился сахар, соответственно, что это, да? Ну, дело в том, что любая ковид-инфекция – это стресс для организма, поэтому даже если в анамнезе нет сахарного диабета, при ковид-инфекции возможно повышение уровня глюкозы крови и, возможно, даже достаточно большое повышение, те же выше 13-ти миллимоль на литр. Поэтому, если это возникло, конечно, мы этим пациентам сразу назначаем инсулинотерапию и ведем в отделениях реанимации на инсулинотерапию. Ну, а в период реконвелесценции возникновение сахарного диабета от ковид-инфекции, ну, таких данных я не видел, если честно, и не нашел. Поэтому, собственно, пока на этот вопрос ответить не могу. Ну, и особым группой пациентов все же являются пациенты с сахарным диабетом второго типа. Дело в том, что это всегда пациенты пожилые, как правило, старше 65 лет в большей степени, да? Это пациенты, имеющие кучу сопутствующих заболеваний. Именно поэтому я, в общем, достаточно долго в начале своего доклада говорил вот об этих предрасположенностях, да? Вот что же все-таки нам нужно делать в амбулаторных условиях с этими пациентами? Если пациент имеет глюкозу крови натощак менее 13, у него нет признаков дегидратации, но есть ковид-инфекция и есть гипертермия ниже 38,5, то у этих пациентов можно продолжить прежнюю терапию, причем любые классы препарата, на которых он находился до ковид-инфекции. Это может быть метформин или метформин пролонгированного действия, это может быть ингибитор ДПП-4, кроме саксоглептина, это могут быть препараты сульфанилмочевины. Единственное, что нужно помнить, что препараты сульфанилмочевины должны быть с низким риском гипогликемии, то есть, например, гликлозит МВ. Это могут быть антагонисты рецепторов ГПП-1, но надо, правда, помнить, что побочным эффектом этих препаратов является тошнота и рвота, и если она имеется у пациентов, она, конечно, может усугубить его состояние. Ну и это могут быть ингибиторы НГЛТ-2, но надо помнить, что эти препараты могут способствовать появлению кетонов в моче, поэтому должен быть строгий контроль уровня глюкозы крови. Этим пациентам мы меряем уровень глюкозы крови не менее 5-6 раз в день, рекомендуем им употреблять не менее 100 мл жидкости каждый час, если позволяет кардиальная патология или почечная патология, ну и дробное потребление углеводов небольшими порциями. Но, кстати, вот здесь немножко более подробно про углеводы. Пациенты, если они начинают себя плохо чувствовать, они прекращают есть, и, соответственно, им не хватает углеводов, и, соответственно, вот это может также привести к отрицательным последствиям, поэтому потребление углеводов должно быть обязательно. Ну и, кстати, я консультирую в региональном консультативном дистанционном центре COVID-19 Московской области, в качестве волонтера, и вижу, кстати, и в стационаре в реанимации ту же ошибку. Пациентам вводят мало углеводов, то есть у них есть углеводный дефицит, поэтому обратите вот на это внимание, то есть углеводы должны быть обязательно у этой группы пациентов. Если у пациента со вторым типом диабета и COVID-инфекцией сахар крови поднялся выше 13, есть признаки дегидратации и гипертермии выше 38,5, то, конечно, здесь рекомендуется перевод этих пациентов на базисно-болюсную терапию с распределением инсулина короткого или ультракороткого действия базального инсулина 50 на 50. Естественно, этим пациентам противопоказаны метформин. Им желательно отменить и ангонисты рецепторов ГПП-1, ингибиторы НГЛТ-2, препараты сульфанилмочевины. Обычно назначается также может базальный инсулин, который стартует где-то с 10 единиц в сутки или 0,1-0,2 единицы на килограмм массы тела и затем увеличивается на 2 единицы 1 раз в 3 дня по уровню глюкозы крови натощак. Ну и также добавляется инсулин короткого действия в дозе 4 единицы или 10% от дозы базального инсулина перед основными приемами пищи. Соответственно, с более частым контролем глюкозы плазмы. Это на сегодня является золотым стандартом, более частый контроль. Ну и, конечно, понятно, что контроль гликемии значительно может ухудшиться во время болезни. Ну и, конечно, пациент все же должен обязательно обратиться к врачу, поскольку вот такая коррекция сахароснижающей терапии, о которой я сказал, она может потребоваться обязательно. Ну и сейчас пока идет режим самоизоляции, он был продлен в Московской области для пожилых пациентов, вот как раз для пациентов с сахарным диабетом. В Москве он пока еще для всех групп населения продлен. Есть ли какие-то особенности поведения у пациентов с сахарным диабетом во время такого режима амбулаторного? Ну, конечно, и это понятно, что имеется ограничение физической активности, нарушение пищевых привычек, всякие искушения, вредные закуски, холодильник рядом, более частые перекусы, да, увеличение тревожности, уровня стресса. Все эти факторы, конечно, сами по себе могут приводить к повышению уровня глюкозы крови. Поэтому на них нужно обращать внимание. Ну, а преимуществом, конечно, является большее количество свободного времени, чтобы посвятить его лечению диабета. Желательно, чтобы пациент готовил дома, поскольку было доказано, в том числе и в исследованиях, что та пища, которая готовится дома, эти пациенты имеют лучший контроль над компенсацией сахарного диабета. Ну и, наконец, пациент может выспаться. Почему я говорю вот о таких, казалось бы, смешных преимуществах, да, да просто нашим пациентам это особенно важно. И поэтому надо отмечать, что карантин должен помочь пациенту решить те проблемы, которые имеются и были, например, до сахарного диабета, до режима самоизоляции. Что касается питания, то что здесь мы можем сказать нашим пациентам? Ну, то, что правильное питание является оздоровительным фактором, то, что снижается потребление сахара и жира во время режима самоизоляции, об этом нужно инструктировать наших пациентов. То есть все-таки ограничение потребления чистого сахара, да, и жирных продуктов должно присутствовать, потому что отсутствие физической нагрузки может вызвать прибавление в массе тела, соответственно, и увеличение до сахароснижающих препаратов. Ну и, соответственно, что можно еще сказать нашим пациентам по поводу преимуществ домашнего питания? То, что он может попробовать какие-то новые блюда и рецепты и оценить их влияние на уровень глюкозы крови, что в обычной ситуации при нашем активном образе жизни не всегда возможно. Ну и, конечно, физическая активность играет очень большую роль при режиме самоизоляции, потому что она, естественно, укрепляет иммунную систему, снижает восприимчивость к контакту с вирусной инфекцией и позволяет снизить стресс и сохранить умственную активность. Какие виды физической нагрузки можно рекомендовать нашим пациентам? Ну, во-первых, минимальная рекомендованная физическая активность составляет 30 минут в день. Это могут быть онлайн-тренировки, которых сейчас очень много в интернете. Если можно выйти из дома, например, на приусадебный участок, то это небольшие прогулки, пробежки. Использование скакалки, обруча. Растяжки должны быть обязательно не менее 2-3 раз в неделю. Должны быть упражнения на дыхание. Ну, кстати, вот в этом плане очень хорошо проходят йога и медитации. Ну и, соответственно, опять немножко прервусь на вопросы. Вопрос такой про первый тип. При поступлении в стационар наличие кетозы, сахар крови более 15, нужно ли вводить инсулины короткого или ультракороткого действия капельно, либо как обычно, и какие особенности лекарственной антибиотикотерапии при первом типе. При таком сахаре наличие кетоза в введение инсулина обязательно, и, скорее всего, в стационаре, если это уже тяжелое течение ковид-инфекции, соответственно, это использование инфузомата. Особенности антибиотикотерапии при сахарном диабете первого типа, как правило, отсутствуют. Это общие такие вот рекомендации, такие же, как и при сахарном диабете без ковид-инфекции или в общей популяции пациентов. Второй вопрос. Есть данные, что вирус COVID-19 поражает бета-клетки поджелудочной железы, в которых находятся рецепторы АПФ. Это действительно так. Было показано, что вирус действительно поражает эти рецепторы. И в связи с этим даже возникал вопрос, можно ли использовать ингибитор АПФ при COVID-19. Но, к сожалению, на сегодня это пока единичные исследования, которые требуют подтверждения. Поэтому, соответственно, эти исследования, я думаю, будут нарастать. Пока я видел в литературе буквально несколько таких исследований, которые показывали вот этот вред ингибиторов АПФ при сахарном диабете. Ну и, соответственно, в заключении, конечно, я очень много сегодня говорил про грекированный гемограбин, про самоконтроль. И, естественно, не могу не остановиться на этом, потому что самоконтроль – это первое, что необходимо нашим пациентам, как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара. Правда, есть проблемы некоторые с индивидуальными глюкометрами, поскольку COVID-инфекция при госпитализации пациента – это боксы, а большинство современных глюкометров, плохо относятся к дезинфекции той, которая нужна. Поэтому, в общем-то, не всегда при госпитализации этих пациентов позволяют взять с собой глюкометр, потому что потом его придется или как-то дезинфицировать, что может нарушить его работу или просто выкинуть. Но, тем не менее, в амбулаторных условиях, конечно, глюкометр – это необходимость, и без глюкометра невозможно абсолютно что-либо сделать с нашими пациентами. Ну, то, что часто вы уже поняли, это 5-6 как минимум, 7-8 при тяжелом течении инфекции, а то и каждый час, если пациент находится в стационаре и используется инфазомат, то есть инсулин вводится каждый час. Какие глюкометры лучше выбрать? Ну, вот мне часто задают этот вопрос, особенно в связи с режимом самоизоляции. То есть, какой лучше выбрать глюкометр? Ну, вот я не покривлю душой, если скажу на сегодня об одном глюкометре, вы сейчас поймете, почему. Это глюкометр «Контур Плюс Ван». Ну, это не только потому, что конфликт интересов, да, то есть компания «Асцензия» является спонсором конференции. Дело в том, что на сегодня «Контур Плюс Ван» – это практически единственный глюкометр, который имеет дистанционный контроль. Да, он простой, он информативный, он на сегодня один из самых точных в мире. Он имеет функцию умной подсветки, когда при измерении сахара крови загорается разным цветом порт, куда вставлена полоска в зависимости от уровня глюкозы крови. То есть, в него надо предварительно ввести целевые значения, и если после измерения он загорелся зеленым, значит, сахар текущий в пределах целевого значения. Если желтым, то выше целевого значения, красным – это ниже целевого значения. То есть, пациенту не надо в голове держать целевые значения, он сразу видит результат по цвету. Это очень удобно, в том числе и в режиме самоизоляции. Ну и «Плюс» он имеет технологию «Второй шанс», то есть, одну полоску, если крови было недостаточно, ее выбрасывать не надо. Надо нанести дополнительное количество крови на ту же тест-полоску в течение минуты, и прибор покажет точный результат. То есть, это экономит количество тест-полосок. Более того, прибор позволяет выдавать отчеты, то есть, он… Все, что в него внесено, дозы инсулина, физическую активность можно внести, углеводы, все, сахар крови, естественно, все это можно легко распечатать и отослать врачу по электронной почте. А как вы понимаете, при дистанционном консультации пациентов это действительно очень и очень важно. Ну и, наконец, пожалуй, самая важная функция для режима самоизоляции этого глюкометра – это функция удаленного контроля. То есть, если пациент вам позволил, дал доступ к своему глюкометру, то, соответственно, вы можете в режиме онлайн видеть все его сахара. То есть, и вся дополнительная информация, которую он внес, то есть, дозы инсулина, углеводы и так далее, и так далее. То есть, вот эта функция удаленного контроля, на мой взгляд, очень удобна, особенно во время режима самоизоляции, чтобы можно было общаться с нашими пациентами. У меня есть такие пациенты, которые у меня давно наблюдаются, которые имеют этот глюкометр, и вот мы с ними вот таким образом общаемся. Это не звонки, то есть, пациент не звонит вам там каждый час. Я могу в любой момент посмотреть, он мне по электронной почте задает вопросы, я отвечаю, и, соответственно, происходит коррекция уровня глюкозы крови. То есть, вот, собственно, удобство этого глюкометра. Это все, что мне хотелось сегодня сказать. Есть ли еще вопросы? Ну, я думаю, вопросов больше нет, аж все пишется. Тут уже дискуссии начались про ингибитор АПФ, оставим их в покое. Значит, я думаю, по поводу вот того вопроса, на который вы, от которого вы уклонились, по поводу развития сахарного диабета на фоне ковида, ну, конечно, будет, просто не сейчас. Да, потому что мы прекрасно знаем, что при всех инфекциях появляется какое-то количество, определенное количество людей, у которых развивается сахарный диабет. Поэтому я не думаю, что чем-то здесь ковид будет отличаться. Да, сейчас статистика есть, и тут действительно вы правы, да. Вот, тем более, что мы знаем о том, что очень много воскулитов идет. Я уже упоминал там Гильен Борре, я упоминал некротическую энцефалопатию. Там масса кожных воскулитов. Вот, поэтому это 100% будет. Ну, будет ли это превышать, скажем, обычную статистику обычного гриппа, вот это вопрос, ну, посмотрим. С другой стороны, конечно, есть прямое поражение, и вообще такое впечатление, что вирус повсеместно присутствует, да, на вскрытиях. Я сейчас много читаю там данных, результатов вскрытия. Там вирус почти во всех органах и тканях. Он явно разносится кровью. Поражает ли он напрямую как-то, то есть не аутоиммунный там, да, иммунокомплексный процесс, а есть ли какое-то прямое вирусное поражение поджелудочной железы, ну, вы ответили, что вы их не видели, да. Я, честно говоря, тоже не видел. Если бы это было, наверное, сказали бы. В отделениях реанимации гипергликемия очень часто встречается, но вот очень часто у этих тяжелых пациентов. Ну, это тяжелые пациенты. Ну, в общем, надо разбираться. Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Да, работает Юрий Алексеевич в Маньяках, так что связь... Его там легко можно найти. Так, следующее выступление у нас Маргарита Александровна Грунцева, Курко, объемная сцентеграфия в диагностике раннего поражения почек у пациентов с подагрой. Пожалуйста. Уважаемый Павел Андреевич, да, коллеги, добрый день. Хочу тоже поговорить сегодня. Ну, начнем как бы... Так, да, все нормально. Начнем мы с темы доклада, которая озвучена как объемная сцентеграфия в диагностике раннего поражения почек у пациентов с подагрой. Но, так как наша конференция посвящена проблемам COVID, поэтому затронем и острое поражение почек при данной патологии. Это дисклеймер на сегодня. И начнем мы сразу с китайского исследования, которое было проведено в провинции Юхань, где, собственно, и было вскрыто 26 пациентов, которые умерли от COVID, и какие были гистопатологические изменения найдены у данных пациентов. Всего их было 26, умерли они от острой дыхательной недостаточности. Средний возраст составил 69 лет, из них было 19 мужчин и 7 женщин. И вот у 9 из этих 26 пациентов было изначально прижизненное изменение в почках и проявлялись они повышением уровня креатинина и протеинурией. Значит, с помощью светового электронного микроскопии и, собственно, иммунофлюоресцентного анализа были найдены изменения. Первое, о чем мы говорим, что при световой микроскопии у нас наблюдается острое провеждение почек и воскулярная дегенерация с дилетацией просвета, а также некросы и отслойка. Вернемся. Так, быстро мы как-то пролистываем. Да, были выявлены такие изменения, причем уже сегодня Павел Андреевич говорил о том, что вот как раз окклюзия просветов микрососудов, и стрелочкой же показано, что там же есть эритроциты и микротромбы. У двух пациентов был найден острый пилонефрит с массами бактерий и полиморфоядерными клетками в просвете канальцев. И, кроме того, выявлялись изменения глумерулярного характера, связаны будут они как раз с артериальной гипертензией и с сахарным диабетом. Что мы видим на электронной микроскопии? Сейчас попробую стрелочкой показать. Да, вот, собственно, у нас сам наш вирус. Да, вот они. Сферические вирусные частицы в эпителе проксимальных канальцев. И также они находились у нас и в подоцитах. И непосредственно с помощью иммунофролиоресцентного окрашивания мы видим вот эти вот яркие горящие с использованием антител нуклеопротеина сарсков. Поэтому так же мы, собственно, и выявили уже их и на данном исследовании. Сейчас рассуждали по поводу, каковы причины. И вот первое, что китайские ученые выразили свое мнение о том, что это все-таки прямое повреждение почечной ткани. И уже, вероятно, вторичное повреждение связано будет с эндотелием. Следующее исследование. Да, говорили, что большинство у нас, конечно, Китай и Соединенные Штаты Америки. Ну вот в Соединенные Штаты Америки в Нью-Йорке ретроспективно было проведено исследование. 13 госпиталей. Все были пациенты положительные по ковиду. Всего число 5000 с половиной, да. В среднем возрасте 64 года. Исследование было проведено с 1 марта по 5 апреля. Что же мы нашли, какие изменения? Что среди всех пациентов, это 37%, из них было... Значит, что такое первая стадия? Первая стадия – это когда уровень креатинина в крови возрастал на 0,3 мг на децилитр в течение 48 часов или возрастает уровень креатинина в крови на 1,5-2 раза от исходного уровня в течение 7 дней. Вторая стадия – это повышение уровня креатинина в 2,9 раз в течение 7 дней. И третья стадия и выше – это когда уже есть трехкратное повышение уровня креатинина или, значит, когда повышается уровень креатива в течение 7 дней и когда уже начало искусственной вентиляции лёгких. Про независимые факторы острого употребления уже сегодня. Об этом говорится, что пожилые больные, и это афроамериканская раса на первом месте, на втором месте это латиноамериканцы по выследованию. Также это больные с сопутствующей гипертонической болезнью, сахарным диабетом, те, кто имеет кардиоваскулярное заболевание, ишемическую болезнь сердца, а также использование вазопрессоров и огромная прямая такая сильная связь связана с необходимостью искусственной вентиляции лёгких. Да, поэтому мы что можем сказать о том, что острое поражение почек, оно часто случается у пациентов с ковидом, и как раз вот это будет связано с развитием остро-дыхательной недостаточности. По этиологии также дискутабельно, полностью не выяснено, о чём рассуждаем, о том, что, во-первых, это тесная временная связь, которая будет возникать с дыхательной недостаточностью, в общем-то, будет нас наводить на мысль о развитии ишемического тубулярного некроза, собственно, которая может так согласоваться с этим системным коллапсом. Уже сегодня Павел Андреевич всё подробно рассказал про тромботические состояния, которые будут наблюдаться у пациентов с ковидом, и это будет указывать на определённые почечные патогенетические факторы. Возможно, что данный цитокиновый шторм и циркулирующие вещества могут быть связаны с этим и участвовать также в развитии острой почечной недостаточности. Что интересно было, что вот из этих огромного количества пациентов в Нью-Йорке у большинства был высокий уровень удельного веса мочи, довольно высокие показатели по протеинурии и гематурии, и у большинства пациентов было низкое содержание натрия, что, в общем-то, обычно традиционно связывается с показателями каких-то прерональных состояний, но также они могут быть найдены при гламеролонефрите, а также при некоторых формах ишемического тубулярного некроза. Поэтому вопросов, конечно, больше, чем ответов, но продолжаются исследования, продолжаем искать причины. Не буду останавливаться на определение подагра. Хочу только сказать, что первичной такой маской подагры бывает почечная подагрическая нефропатия в 40% случаев, и она будет представлена такими заболеваниями, как уратный нефролициаз, хронический тубул интерсоциальный нефрит, острая мочекислая нефропатия, атеросклероз почечных артерий. По патогенезу, да, какие механизмы тоже мы подразумеваем. Здесь у нас, конечно же, развитие происходит постепенно, все зависит от гиперпродукции уратов на фоне нормальной экскреции почек. Уровень возрастает, образуются кристаллы, собственно, они же откладываются в канальцах с нарушением почечной экскреции. Тяжелая гиперурекемия приводит к тяжелой подагре, к образованию микротофусов в почке и развитию почечной недостаточности. О чем хочется еще порассуждать, и это уже как бы наше рассуждение на тему COVID, это о том, что у тех наблюдаемых пациентов, которые у нас были, уровень мочевой кислоты был, наоборот, снижен. И, во-первых, это может быть связано с тем, что повышение температуры тела до 40 градусов по Цельсию, вообще как фактор оседания мочевой кислоты. А с другой стороны мы говорим о том, что мочевая кислота может быть востребована в определенных точках приложения. И так как это одна из самых старых молекул, то что у нас может быть? Развитие так называемой рефрактерности или резистентности к лекарственным препаратам. Сегодня уже опять обсуждали вопросы лечения, и мы знаем, что тяжело это все подбирается, поэтому как общие черты рефрактерной подагры, которые могут усложнять при этом течение, первое, о чем мы говорим, это поле артикулярных характера положения и неконтролируемая активность обострения и хронический синовит. Кроме того, есть и деструктивные артриты тофуса, пожилой возраст пациентов, сопутствующие заболевания. Сегодня мы уже их перечисляли. Акцентирую сердечно-сосудистое ожирение, метаболический синдром или диабет, нарушение погрешности в диете, как злоупотребление алкоголем. Кроме того, мы говорим о полипрагмазии и лекарственных взаимодействиях. Очень часто на всех конференциях всегда мне остается опрос по поводу диуретиков, по поводу низких доз спирина, и мы должны всегда задумываться, правильно ли они назначаются и какие препараты назначаются. Во-первых, есть противопоказания и невосприимчивость к гнестроидным противовоспалительным препаратам, к алхицину, глюкокортикоидам. Возможно, есть или неперосимость, или гиперчувствительность к аллопуринолу, нет возможности использовать урикозури, как, например, в нашей стране, или неадекватно снизить уровень мочевой кислоты при соответствующих дозах урадоснижающих препаратов. Мефрологическое общество, наше отечественное, выпустило последнюю рекомендацию в 2019 году по поводу введения пациентов с хронической болезнью почек. Мы знаем, что обязательно у нас идет расчет скорости клубочковой фильтрации на основании клиренса креатинина, формулы предоставленной, обязательно узнать осадок мочи, и здесь и расчет альбоминурии, и анализ мочи Пунича-Паренко. Кроме того, обязательно нужно ультразвуковое исследование почек с оценкой структурных аномалий, проходимости-непроходимости, мочевыводящих путей гистологии будет назначаться только по назначению нефролога. О чем хочется сакцентировать ваше внимание, это классификацию, конечно же, вы хорошо все знаете. И вот первая стадия – это поражение почек при нормальной или высокой скорости клубочковой фильтрации. Но есть и так называемая стадия пред-ХБП, мы ее выделили, когда стали находить у наших больных при нормальной скорости клубочковой фильтрации и отсутствии поражения почек, у нас есть факторы риска, которые будут утяжелять течение заболевания, и мы выделили ее в так называемую стадию пред-ХБП. Что же мы видим? Что вообще взаимоотношения по дисфункции почек, изменения сердечно-сосудистой системы, они будут выстраиваться по типу обратной связи. Так, собственно, сердечно-сосудистые заболевания будут влиять на почку. Ну и почка, она же будет генерировать как традиционные, так и нетрадиционные факторы риска. Как нетрадиционным, напомню, что у нас там высокий цирреактивный белок специфический, и также мы говорим про индекс ладошечного плечевого. Мы смотрим, какие есть изменения и что для этого с этим будет связано. Хочется отметить. Статья, которая была связана с, наверное, такая одна из самых широко обсуждаемых, это по поводу высокого содержания уровня мочевой кислоты, которая социировалась с артериальным давлением и повышенной жесткостью сосудов у пациентов с гипертонической болезнью. То есть у нас появляется просто еще один фактор, о котором мы должны задуматься по поводу жесткости. Значит, это было выявлено, что уровни сывороточной мочевой кислоты были значительно выше у нелеченных гипертоников и неконтролируемых гипертоников по сравнению с теми, у которых было нормальное давление. И скорость пульсовой волны была значительно выше у них диагностированных и неконтролируемых пациентов с гипертонической болезнью. При этом достоверная связь, ухудшение контроля артериального давления было как раз связано с уровнем мочевой кислоты и скорость распространения пульсовой волны. Таким образом, у нас получается, что одним из факторов, которым влияет на жесткость этих сосудов, являлась наша мочевая кислота. В продолжение дальнейших взаимоотношений мы знаем, что это уже с 2008 года идет обсуждение вопроса кардио-урональных взаимоотношений и о том, как наш прогноз влияет расчет на скорость клубочковой фильтрации и уровень альбоминурии, как связано с риском сердечно-сосудистой смертности. Мы видим, стрелочкой показано, что при нарастании стадии хронической болезни почек у нас также будет нарастать и сердечно-сосудистый. Риск смертности. Какая же стратегия должна быть врачебная по профилактике и лечению хронической болезни почек? Мы знаем, что все это начинается, конечно же, с терапевта. Терапевт скринирует все факторы риска и старается снизить эти факторы риска. И только в третьей стадии к терапевту подключается нефролог, а до этого терапевт проводит как нефропротективное, так и кардиопротективное лечение. Что же хочется сказать по поводу и острого, и хронического повреждения почек? Ну, мы смотрим с учетом того, что это хроническая патология, поэтому подагрическая нефропатия, на нее очень поздно обращают внимание. А видим мы то, что клинические анализы, они нечувствительны к скрытому развитию функциональной асимметрии почек. И мы видим, что креатинин и мочевин, они как бы отстают и отражают довольно грубые морфологические изменения в почечной паранхиме, когда вот уже до 70% масс действующих нефронов просто не работают. Хочу рассказать про свою работу и сакцентировать ваше внимание, что одним из высокоспециализированных методов исследования, которые имеют большую чувствительность к ранним нарушениям индивидуальной функции почек, является технология системной экспертизы нефрологического состояния на базе комплексной реносцентеграфии. Коротко ее буду называть технологией СанСКР. Все результаты были опубликованы в журнале клинической геронтологии. Вы можете познакомиться с ними. Результаты получились большие. Это было на целых разделено две статьи. Первая статья, которая просто рассказывает про технологию СанСКР, какие изменения были выявлены. А вторая статья, это уже будет по клиническим случаям. Целью нашей исследования было проанализировать функциональное состояние мочевыделительной системы у больных подагра и оценить их прогноз на развитие хронической болезни почек по данной технологии СанСКР. К нами было обследовано 87 пациентов. В основном это были мужчины. Возраст в дебюте 45 лет. И длительность подагра составила 8 лет. Мы смотрим по сопутствующей патологии, что мы видим и гипертоническую болезнь, и ожирение, и хроническую болезнь почек, и мочекаменную болезнь, гиперлепидемию, сахарный диабет. То есть всё, что мы сегодня уже услышали из докладов, и уже имеем представление, какой тяжёлый груз у пациента есть за плечами. Что мы видим по хронической болезни почек? Что как раз вот эта вот стадия предхБП, она в основном и была, основной процент её и составлял. В лаборатории радиозатопной диагностики онкоцентра Блохина было проведено исследование, двухэтапный протокол, который имеет базовый тест и функциональный досмотр, и в качестве радиофармпрепарата использовался технифор. Что мы оценивали? Как системные, так и индивидуальные показатели почки. То есть вот мы видим гемодинамику, концентрационную функцию, скорость выведения, относительный почечный кровоток. Кроме того, мы видим GB20, GBRES, мочевой пузырь, то есть мы оцениваем ещё то, что осталось в мочевых путях, нижние мочевые пути, и отдельно рассматриваем и чашечку, и лоханку, чтобы найти какие-то изменения, застой, урастаза. К сожалению, они будут не видны ни одним другим методом исследования. То есть мы не увидим этих изменений на УЗИ, они не очень ранние. Кроме того, технология SunScare, она ещё обладает такой возможностью, что она может рассчитывать индекс FSS, который определяет оценку функционального состояния и, в общем-то, устойчивость мочеводелительной системы к развитию изменений. Это такая радионуклидная оценка, и она соотносится со стадиями хронической болезни почек. Что мы можем сказать? Что мы проскренируем, а можем назначить ещё мероприятия для снижения факторов риска, то есть в зависимости от устойчивой или условно устойчивой компенсации, а также вообще к развитию значительных изменений неустойчивой компенсации или вообще очень слабая радионуклидная визуализация почек. Мы можем сказать, какие мероприятия вплоть до подготовки к заместительной почечной терапии следует рекомендовать нашему больному. Что мы получили по нашим данным? Мы смотрим на таблицу и видим, что у нас уже сегодня сказали о том, что А и В – это мы оцениваем почечный кровоток. Мы смотрим артериальный кровоток чуть замедлен на В, на венозном ускоренном кровотоке, КОЭЛ, КОЭР. Относительный почечный кровоток будет чуть снижен в правую почку, но это больше, наверное, такие физиологические моменты за счет того, что печень может давить на нее. Смотрим концентрационную функцию, она достаточная. И показатель D, то есть скорость выведения меченой мочи. Он у нас сейчас сохраняется как бы чуть ниже нормы, но будем смотреть его дальнейшие изменения. Кроме того, оцениваем урастазы, G-Calc, G-PELF, и как это происходит в досмотре. Мы смотрим, что в чашечках у нас урастазы начинают нарастать, в то время как в лохамке они будут уходить. То есть есть изменения, которые изначально способствуют развитию такой патологии. Еще хочется отметить при досмотре, обратить внимание на такой показатель, как G-BRS. И РПЦ – это перхостаточная моча, которая тоже повышена в 6 раз практически, что будет свидетельствовать о том, что у женщин это инфекция мочевых путей, то есть это будет связано с циститом, а у мужчин, скорее всего, будет простатит, проблема с простатитом. Что еще было выделено? В отдельную группу 16 пациентов, в которых были изначально обострения хронических заболеваний и уровень креатинина был выше 125 микромоль на литр. И вот этот показатель D, который у нас оказался самым информативным, и мы видим, что у больных с обострениями он достаточно низкий, и индексы, которые рассчитывались, мы тоже получили ID, IP, и ID – один из самых таких главных индексов, которые нам показывают изменения почечной ткани. Таким образом, мы видим, что при развитии хронической болезни почек вот у нас самый первый ренокортикальный параметр D и признак ID, который применяется в данной технологии, и они являются самыми высокочувствительными маркерами относительно застойной гидродинамики в паранхиме. И о чем мы говорим? Еще что устойчивое выраженное замедление скорости выведения мочи вот у этих 16 пациентов было следствием серьезных морфункциональных нарушений в паранхиме уже до этого. И, конечно, под выводом моей работы будут говорить о том, что при постановке диагноза подакра, конечно, необходим скрининг хронической болезни почек. И не хватает средств слежения за состоянием, поэтому часто мы недооцениваем функциональное нарушение у больных с хронической болезнью почек в самой первой стадии. И что неучтенные и недолеченные нарушения со стороны нижних мочевых путей, они также осложняют работу паранхима и ускоряют развитие хронической болезни почек. Маркер хороший и хорошо работает, поэтому, собственно, использование их и при таких острых нарушениях, я думаю, что тоже будет достаточно информативным для пациентов. О чем говорят, да, как наблюдать будем, как лечить будем, что советовать пациенту с подагрой. И это рекомендация американской коллегии ревматологов, что нужно знать пациенту, если у него есть подагра, если у него есть коронавирус, какие мероприятия следует дальше проводить. Коротко сегодня прозвучало о наличии такого драматологического и кожных проявлений ковида. И первое, о чем следует задуматься, их там много разных типов, не говоря уже про воскулит, просто описание делят драматологи на 5 типов, а один из них – это как раз ковидные пальцы. Что может заметить пациент? И тут самое главное, конечно, диагностировать подагры ли это. Как выглядит, как асимметричные пурпурные красные повреждения на пальцах рук и ног, зудящие, жгучие и болезненные, и самостоятельно они проходят через 2-3 недели. В литературе они описаны как вариант обморожения и воздействия холодового фактора. Но так как мы знаем, что, собственно, у пациентов, страдающих, болеющих ковидом, нет таких факторов, которыми они бы сталкивались, поэтому здесь с этим сложно с обморожением как-то связать. Но вот дифференциальную диагностику проводят все-таки с подагрой. О чём следует обсуждать это с пациентом и о чём следует говорить, конечно, это про ведение правильного образа жизни. Каждая патология требует своего правильного образа. Ссылка на статью, опять же, группы авторов, где я тоже являюсь автором, с Владимиром Викторовичем мы там вместе. О чём говорим? О рационально обоснованном подходе у больных с подагрой. Опубликовано в клиницисте в 2019 году. Написано абсолютно всё по поводу правильного образа жизни, что нужно, какие продукты употреблять, какие следуют отказаться, в чью пользу больше хороший эффект. Обязательно рекомендовать снижение массы тела и регулярные физические нагрузки. Картинка такая достаточно яркая, и, может быть, на первый взгляд, да, не смешные, но мы должны понимать, что очень трудно иногда бывает контролировать диетой подагру, поэтому, возможно, может быть, дешевле и лучше, в соблюдении диеты, но ещё при этом и использовать вратснижающую терапию. Уже сегодня об этом говорили, что, конечно же, пациент – это коморбидный больной, и он должен быть обязательно скринирован для выявления коморбидных заболеваний. И мы видим, что и сердечно-сосудистые, и почечные недостаточности, и ишемическая болезнь сердца, и инсульт, и диабет, и курение – всё это вносит свой вклад как в профилактику, так и терапию подагра, которая должна рассматриваться как неотъемлемая часть данного заболевания. Что же мы знаем и что хотим донести до нашего пациента, если у него выявился ковид? Самое главное правило – это не прекращать принимать лекарства самостоятельно. И мы начинаем с того, что нестероидные противовоспалительные препараты, если у пациента нет проблем с почками и нет такой рефракторно-гипертонической болезни, то можно продолжить использовать нестероидно-противовоспалительный препарат для оккупирования обострения подагра. Отдельно обсуждается колхицин и его вклад. Если у пациента частые вспышки подагры, и он обычно принимает колхицин, то он тоже должен его принимать, не беспокоясь о ковиде. И сейчас идёт исследование, оно называется «Колкорона», где исследуются 6 тысяч госпитализированных пациентов, и цель – его определить, может ли это лекарство от подагры, и предотвратить стокиновый шторм. Опять же, исследования сейчас в третьей фазе находятся, поэтому очень интересно получить его результаты и узнать, какое влияние у нас есть, и колхицин, на какой он вклад вносит. И про кортикостероиды и больных с ревматическими заболеваниями доказано, что по результатам исследования в Китае, я помню, что с ревматическими заболеваниями на фоне приёма 10 и выше грамм преднизолона, миллиграмм преднизолона в день, риск заболеть коронавирусной инфекцией и с последующей госпитализацией в стационар возрастал до раза. Но если, да, по рекомендациям американской коллеги ревматологов, если пациент использовал глюкокортикоиды в пересчёте на преднизолон, то вот минимально возможная доза может остаться, не должна прекращаться приём этого препарата вне зависимости от статуса инфекции. И опять же, в рекомендациях говорится, что пациенту есть возможность пропустить день-два от приёма воздержаться, поэтому если есть такие возможности, то нужно, конечно же, консультироваться со своим доктором и решать вопросы по коррекции лекарственных препаратов. Мы переходим к основной группе препаратов для коррекции гиперурекемии, и мы понимаем, что, опять же, не отменять, самое важное, не отменять лекарственные препараты. Мы знаем три основных группы ингибитора ксантиноксидаза, лапаринолфибоксостат, рикозурические препараты и последние пиглотиказы. Значит, ингибиторы ксантиноксидаза влияют на переход гипоксантина к ксантиновую мочевую кислоту. Рикозурические у нас препараты действуют на транспортный белок урат-1, который способствует обратной реабсорбции мочевой кислоты, и уриказа, пиглотиказа. Уриказа была у нас потеряна в процессе эволюции, и вот замена ему сейчас эта пиглотиказа. Поговорим подробно про ингибитор ксантиноксидаза, потому что это основные те препараты, которые у нас есть в Российской Федерации, так как другие у нас просто не зарегистрированы, поэтому разберем конкретно про них. Значит, привожу рекомендации четырех мировых наших сообществ, ЮЛАР и Европейская антиреуматическая книга. Маргарита Александровна, ну насчет подробно поговорить-то уже как-то со временем. Мы прям, вот прям быстро просто... Я просто насчет подробно испугался. Нет, 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 подробно нет. Привет, мы скажем только про то, что на первом месте препаратом первой линии у нас является Аллопуринол. Да, мы говорим о том, что вот все наши четыре рекомендации, европейские, британские, АРЭТ, Ассоциация ревматологов России и АСЕР, это американская коллега ревматолог, на первом месте у нас Аллопуринол. А показания для фибуксостата – это препарат второго ряда, когда невозможно достичь целевых значений на максимально переносимых дозах. И самое интересное, что хочется дополнить, что сейчас в последних рекомендациях мы начинаем говорить о том, что лечение урозснижающими препаратами возможно начинать при остром приступе подагры, и это условно рекомендуется. Что говорим про Аллопуринол? Что за его титруется? От 100 мг, поддерживающий от 100 до 800, каждые две недели с контролем мочевой кислоты, разовая может быть 300, суточная 800. Но мы должны понимать, что при обострении мы добавляем НПВП или колхицина, дозу препарата не отменяем, а просто его уменьшаем. При этом мы следим для того, чтобы уровень мочевой кислоты поддерживался 360 мкм на литр, и причем поддержка уровня мочевой кислоты должна быть не ниже 180. Мы знаем, что это плохо, в долгосрочной перспективе это не рекомендуется. Но что же является причинами отмены Аллопуринола? Самая первая частая причина – это невозможность достичь целевого уровня мочевой кислоты в совыродке крови. И другой самой частой причиной – это побочные эффекты, когда просто развиваются тяжелые реакции. Чувствительность Аллопуринола, связанная как с дозой, так и концентрацией препаратов в плазме крови, это может быть и сыпь, и азинофилия, и гепатит, и прогрессирующая почвенная недостаточность. При этом мы понимаем, что повышенный риск часто развития нежелательных явлений развивается на фоне приема диуретиков. Поэтому нам нужен дальше эффективный способ снижения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. И у нас есть следующий препарат, который из группы ингибиторов ксантиноксидаза – фибуксостат, который является селективным ингибитором ксантиноксидаза. Это не пуриновые соединения. При этом он ингибирует как окисленные, так и восстановленные формы. И его основное преимущество, что он выводится не только печенью, но и почками. Мы знаем, что является более мощным препаратом по сравнению с аллопуринолом и не приводит к образованию активных форм кислорода. Поэтому уменьшает и воспаление, которое способствует оксидативный стресс, и в терапевтических концентрациях он не ингибирует другие ферменты. Что же важно для нас еще? Что он не требует коррекции дозы как пожилым, так и с умеренной печеночной почвенной недостаточностью, а также не требует коррекции дозы пациентам, которые принимают колхицин, эндомитоцин, напароксин, гидроксихорохит, а также дизопромин и варфарин. По поводу влияния на почечные эффекты доказано исследование, что фибуксостат в дозировке своей 80-120 мг были намного эффективнее по сравнению с плацебо и с аллопуринолом 100 мг у пациентов для достижения конечной точки, то есть уровня мочевой кислоты, ниже 360 мкм на литр. Но у всех препаратов есть ли своя обратная до сторона? И мы говорим, что нужно с осторожностью принимать пациента с ашемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Почему? Последнее исследование КРС, которое было проведено, когда у пациентов с подагрой, серьезной коморбидной патологией сердечно-сосудистой системы, он не уступал аллопуринолу в отношении нежелательных сердечно-сосудистых событий, но, к сожалению, смертность от всех причин и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний были выше при применении фибуксостата, чем при лечении аллопуринолы. Поэтому в красной рамочке, что следует подумать о назначении фибуксостата пациентам с ашемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Этого не рекомендуется. Если мы меняем дозу, то если фибуксостат с 80 на 120, с 120 на аллопуринол 300, аллопуринол 300 мг на фибуксостат 80 мг, то вот как раз изменение схемы для достижения 360 мкм на литр, то видим, что фибуксостат на аллопуринол самые минимальные значения. Если же меняем аллопуринол на фибуксостат, то 64% пациентов мы добились достижения нужных нам цифр по мочевой кислоте. Последние слова про приверженность пациентов к лечению. Это, наверное, самая головная боль для врача. Исследование было проведено, опять же, в Китае, но это было в 2017 году, когда было обследовано 125 пациентов, и вот оценивалась их приверженность к урадоснежающей терапии и связаны с ней факторы, которые они относили к этому. И сейчас, в 2019 году, эта же группа авторов провела такую же приверженность к лечению вера в препараты, в работоспособность у пациента во время вспышки COVID. И что интересно получилось, что вообще частота приверженности, она возросла, но она ничтожно мала, она, конечно, сейчас стала 22,4%, в отличие от 9,6%, на 13,8% мы выросли, но, конечно, это минимальные цифры. Но по сравнению с группой приверженцев, те, кто не принимал препараты, они имели более короткую продолжительность заболевания и низкую работоспособность, и у них не было острой необходимости в снижении уровня мочевой кислоты. Но при этом они были обеспокоены по поводу побочных эффектов лечения. У всех этих пациентов спрашивали вопрос, верят ли они в то, что они больше чувствительны к заболеванию COVID. И большинство из этих пациентов ответило «да». Но что интересно, что говорили про депрессию и тревогу, вот показатели у них тревоги и депрессии не были высокими, в отличие от того, когда их спрашивали в другие периоды их жизни. Хочется сказать, что у нас сейчас проводится школа по подагре для врачей. И, пожалуйста, заходите на сайт подагропро и смотрите как и для врачей, так и для пациентов. Много интересной информации, опять же, и про питание, и про лечебную физкультуру. Все доступно. Рекомендуйте для пользования пациентами. И про ремотологическую помощь, как, опять же, для пациентов, так и для терапевтов. Что у нас сейчас имеются COVID-центры, колл-центры, где консультируют таких пациентов. Поэтому и врач, если не знает, что делать, и пациент может позвонить и уточнить все интересующие их вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, Маргарита Александровна. Ну, что-то как-то вопросов особенно не было. Да, я только вижу, что обсуждения идут. ПДП, да. Да, что это за заболевание, понятие такое. Да, обсуждения вижу, вопросов пропустила, может быть, пока читала. Нет, нет, не было, я смотрю. Значит, единственное мое замечание такое, что вся острая почечная недостаточность, если она не связана с удалением почки, тогда является проблемой ДВС-синдрома. Неважно, там воспаление или прямое повреждение вирусом, еще и еще. Везде там нарушается микроциркуляция и везде есть место для терапии ДВС-синдрома. Более того, это основная терапия, которая должна применяться, если это неактивное какое-то воспаление или активная инфекция. Вот, поэтому такие обсуждения всяких поражений, они интересны, но опыт все-таки огромен именно по применению антикоагулянтной, свежезамороженной плазмы, плазмы ФРС, особенно если это какие-то вот краш-синдромы и так далее. Это так, это просто к разговору. Это то, что вот сейчас, одна статья вышла 18 мая, а вторая от 11. То есть они прям вот последние-последние результаты и просто было вот интересно, какая их точка зрения и в Китае, и в Соединенных Штатах по этому поводу. Они все описывают при этом тромбозы, так что. Да, все описывают. Все заканчивается тромбозом. Да, к сожалению. Хорошо, спасибо. Следующий. Михаил Петрович Савинкова. Я его не вижу. Михаил Петрович не на связи. Нет, онлайн. А, онлайн? Да. Нет, онлайн. Надо подключиться. Особенности диагностики лечения гипертонии в условиях самоизоляции. Ну, это слайды. А где сам Михаил Петрович? Я, конечно, могу за него прочитать, но боюсь, что не совпаду в некоторых нужных нотах. А? Поговори со мной, мама. Ну, хорошо. Кто-то ему звонит или как вообще у нас происходит событие? Значит, я еще раз напомню проблему, с которой мы сейчас все сталкиваемся. Это брошенность пациентов врачами. На самом деле это отсутствие врачей. Из поликлиники к больным приходят терапевты, но это терапевты в кавычках, которые не имеют ни сертификата, не даже часто понятия о том, что такое терапия. Среди просто знакомых рекрутированы под терапевтов урологи, неврологи, психиатры и прочее, прочее. Поэтому ждать от них какой-то квалифицированной помощи, ну, на самом деле, не приходится. Вот. И мое впечатление, что здесь мы сейчас стоим на таком рубеже, когда вопрос самолечения становится критичным. Когда больные должны быть более грамотны, чем доктора, и, так сказать, должны сами себя лечить. Тем более, раз мы говорим про такие болезни, как гипертония, сахарный диабет, вот Михаил Петрович появился. Вот. И я пока тут народ разрешаю. Вот. И, конечно, здесь все больше и больше будет приобретать значение дистанционной медицинской помощи в виде, там, телемедицинских и так далее. Ну, ладно, я, собственно говоря, просто немножко подтягивал время, чтобы передать слово уважаемому Михаилу Петровичу. Приветствую. Павел Андреевич, здрасте, рад вас приветствовать. Все, я выключаюсь. Да, выключаюсь. Спасибо за вот такой подход к освещению всех проблем всесторонней ковид-инфекции. Ну, я бы хотел остановиться на вот этой заявленной теме и коснуться проблем с артериальной гипертонией, потому как это одна из наиболее частых коморбидных ситуаций у наших пациентов. И вы видите, что практически у всех умерших больных, у большинства из них, имелась артериальная гипертония, хотя в остром периоде там и гипотония развивается. Вот. Но пандемия, она становится реальным фактором риска прогрессирования артериальной гипертонии. И возникает целый ряд вопросов, связанных как с диагностикой, так и с лечением этого наиболее распространенной патологии. И вот тут уже Павел Андреевич затрагивал этот вопрос, мы неизбежно его коснемся. Это антигипертензивная терапия, потому что сейчас много спекулятивных таких предположений. влияние антираниновых препаратов, ингибиторов АПФ. Забегая вперед, хочу сказать, что ответа на этот вопрос реального нет, проблемы подняты, причем речь идет как об отрицательном влиянии ингибиторов и сортанов на инфицирование ковидной инфекции возбудителями так и положительно. Поэтому на сегодняшний день я могу только сказать одно. Конечно, речь идет о системе, которая принимает участие в гуманитете, тонус сосудов и вот эта вот фаза прилива. Они играют очень важную роль в взаимоотношении любого инфекционного агента, поэтому манипулировать с ней чрезмерно опасно. И речь идет в первую очередь о том, что нужно не столько отменять препараты, сколько их применять рационально, не выключая систему. Вот Пал Андреевич поднял в своем выступлении проблему гемостаза, вернувшись в том числе к старому забытому, знакомому, зипредомола. Ну, это же известны его вещи и в том числе участие в гуманитете и участие с бактериями, с вирусами. Хорошо, что мы к этим вопросам возвращаемся. Так и здесь. Вот эта антигипертензивная терапия, которая в настоящее время, она используется для того, чтобы снизить давление, причем резко снизить давление, назначается масса препаратов, и мы подчистую снижаем вот эту вот защитную реакцию системы или регулирующую, в частности, кровообращение и фактически формируем негативные какие-то моменты. Поэтому, если говорить все-таки об условиях самоизоляции, тут, конечно, два момента, мы, основной из них, мы изолировались не только друг от друга, а это уже больше месяца вот этот вот режим повышенной готовности, самоизоляции, сейчас потихонечку выводим. Тут уже многие вещи обсуждались, стресс, гиподинамия, переедание, многие другие вещи, но мы, хотел бы вам особо подчеркнуть, еще и самоизолировались, в том числе от врача, доступ к оказанию медицинской помощи, он снизился. И сейчас хотел бы напомнить, что вот то отношение к артериальной гипертензе, как повышение там выше 140 на 90, он достаточно примитивный, и, собственно, речь идет о базальном давлении, который мы, как правило, не так меряем. Мы меряем реакцию на измерение, вы видите, что приходит понимание того, что артериальное давление – это очень динамичная система, которая может меняться в течение буквальных минут давления, суточные изменения, сезонные, годовые и так далее. Поэтому вот в этих условиях, конечно, возникает ряд моментов, связанных с тем, а что больному-то делать, когда доступ к врачу уменьшился. Поэтому вот хотелось бы подчеркнуть ряд моментов. Конечно, это роль дистанционного общения с следующим врачом, это телефон, интернет и другие. Я Алексеевич говорил вам, в частности, вот о приборчике, который имеет сахар, который может передавать дистанционно. Это очень важные вещи, поэтому здесь я позволил себе вот это вот. Применять доступные методы, и самое главное – самоконтроля. И вот здесь, конечно, тонометрия, измерение артериального давления, оно архиважно, потому что мы коснулись тем, что даже врач неправильно берет артериальное давление, не выдерживая тех критерий, которые сегодня известны. Размер манжетки, пережатия локтя, вымешивание руки, головой, крутит во время измерения пациент, разговаривает и многие другие вещи. И мы получаем не ту цифру, на которую мы должны ориентироваться, а реакцию на измерение. Поэтому оказалось, что самое заинтересованное лицо в правильном измерении давления – это сам пациент, который может обеспечить все условия измерения. Но для этого надо знать еще и возможности измерителей, то есть приборов. Поэтому мы сегодня об этом обязательно поговорим. Ну и самое главное, вы знаете, в отношении артериальной гипертонии мы все время говорим, вот препарат мощно снижает давление, эффективно снижает давление. Вот сейчас приходит понимание того, что здесь не только мощно, но самое главное – умно снижать давление. Даже не снижать, а предотвращать его повышение. И те препараты, которые это делают слишком эффективно, они требуют слишком тщательного контроля. А в условиях самоизоляции сделать это не всегда удается. Поэтому сейчас мы начинаем применять комбинации из двух, трех, даже сейчас ставится вопрос о четырех препаратах. И тут возникает много аспектов, связанных с чрезмерным снижением артериального давления, которые приводят к, ну, мягко скажем, нежелательным последствиям. Поэтому здесь вот особо хотел подчеркнуть, что при выборе вот таких комбинаций фиксированных, конечно, нужно отдавать препарат плавным, стабильным, мягким действием. И дозы в этих комбинациях должны, в общем, не быть в таком широком диапазоне выбора. А, соответственно, могли без особого труда подбираться пациентом, естественно, под управлением врачом. Но еще момент, связанный, все-таки мы находимся и в политике в экономическом, поэтому на экономичности отдача предпочтениям, дженериком, она, несомненно, опять же, качественным и доступным. Но, если говорить на сегодняшний день об общих принципах ведения пациентов, вы знаете, вам по хронологии вот таких рекомендаций представлены, последние, на что мы ориентируемся. Вот у нас вышли буквально с месяца назад наши российские рекомендации клинические, в дополнение к рекомендациям общества по исследованию гипертонии, они, собственно, во многом дублируют друг друга. Но мы ориентируемся у них во многом на рекомендации европейские, в меньшей степени на американские, которые сейчас, скажем так, слишком агрессивны для нас. Но там, собственно, прописана вся стратегия диагностики, лечения. Если говорить, что внес здесь COVID-19, то, в общем-то, каких-то принципиальных изменений по тактике ведения, за исключением тех вопросов, которые поднимаются в ингибиторах АПФ, в общем-то, необходимости более жесткого контроля, они, собственно, пока находятся на стадии обсуждения. Ну и вот два момента, на которых я хотел остановиться, которые реально нужно уже сейчас применять на практике, в том числе и введя больных с COVID-19 инфекцией, да и просто больных с артериальной гипертонией. Это вот эти новые концепции, которые реализовались уже в наших рекомендациях. Они касаются двух аспектов. А как мерить давление? Раз. И второе, все-таки, каким комбинациям нужно отдавать предпочтение. По поводу первого направления, вам здесь представлено, мы уже понимаем, что нужно мерить давление чаще, и не только в офисе, а вот особенно в домашних условиях. И для чего? Ну, диагноз подтвердить понятно. Самое главное, промониторировать все-таки эффект от лечения. Я бы хотел подчеркнуть, что здесь вам представлено, как эволюция происходила измерителей. От ртудного тонометра мы пришли уже к автоматическим тонометрам, запястным. И сейчас вот формируется новое понятие, как мера вот таких носимых измерителей и цифрового контроля артериального давления. Это уже даже не домашнее, это повседневное ношение какого-то прибора, который позволяет в любое время померить давление, понять те причины, которые вызывают его повышение и предотвратить их действия. Даже интересный первый появился, который, я думаю, будет внедряться. Это наши японские коллеги, которые занимаются разработкой вот этих носителей. Я здесь специально поместил первый носимый, реально носимый запястный тонометр, это часы Амроновские. Они пока у нас только начинают появляться и не обеспечены программным обеспечением для гаджетов, да? И, соответственно, недоступны для применения в российских условиях, поэтому реально доступны запястные тонометры. Вот это вот первое, повторяю, эра цифрового контроля артериального давления и как можно чаще всего, более частого измерения артериального давления, чтобы понять, а что, собственно, провоцирует повышение артериального давления. И второй момент. Это комбинация из двух, собственно, классов препаратов артериального давления, ингибитора АПФ с антагонистами кальций, блокаторами кальциевых каналов, или эти препараты в комбинации с диуретиками. Вот на сегодняшний день мы бы на этих двух аспектов все-таки реальном изменении объема измерений, что ли, артериального давления и появление двух принципиальных препаратов, которые выгодно отличаются на сегодняшний день от других. Знаете, у нас на сегодняшний день выбор измерителей очень высокий, большой. Видите здесь прилавки аптеки, где выставлены многие марки. К сожалению, ни продавцы в аптеках, ни сами больные не очень понимают различия между вот этими моделями и с трудом выбирают измеритель, в том числе не очень понимают, какая разница между, допустим, прибором, который меряет давление на предплечье или на запястье. Считаю, что на запястье ошибка измерения выше, поэтому он вроде бы не совсем качественный. Поэтому вот в первой половине мне бы хотелось этому аспекту уделить особое внимание. Потому что мы, повторяю, столкнулись, что врач, не обладая достаточным временем, а это минут 15, нужно правильно померить давление. Там идет период десенситизации, нас интересует давление в состоянии покоя, в первую очередь. Дальше нужно обязательно соблюсти положение и манжетку, и несколько раз померить, потому что реально это минут 15 уходит. Вот, и на практике, соответственно, возникают проблемы с тем, что врачи на 15-20% завышают те цифры, меряя его в таком временном циклоге. Ну, что надо знать? Что качественное измерение подразумевает то, что, да, манжетка должна быть соответствует размеру плеча, должен быть компрессия адекватная, и не только компрессия, но и скорость спускания воздуха, потому что она дает артефакты существенные. Должен быть большой экран, чтобы было видно, в некоторых случаях и слышно, бывает даже голосовой помощник применяется. Ну, и вот эта вот система управления накачки и снижения давления на архив важна. Вот на сегодняшний день у нас все-таки лидером является компания Амрон, которая очень много внимания уделяет в создании новых измерителей. И сейчас я хотел, вот у меня будет на Евразийском конгрессе выступление, идеология новая создается. Появляется вот такой термин, как она тоже идет из компании Амрон, которая в России у нас хочет и такой образовательный проект запустить, как Амрон Академия с выдачей европейских кредитов, это очень важная вещь. Так вот, там возникает такая терминология, как предупредительная медицина, антисептическая медицина. Для меня это было ново, но мы, правда, этим занимаемся уже лет в 30. О чем идет речь? Предупредительная – это значит выявить фактор, который может спровоцировать что-то, и его предотвратить, вот этот регионный механизм. Если о ковиде говорить, так, извините, надо предупреждать уже появление инфицирования, иммунитет повышать. Если говорить об артериальном давлении, то человек должен знать, а что провоцирует подскок, вот это давление, за которым пойдет отчет легких, инсульт и так далее. Поэтому, если говорить об общие критерии, общие характеристики для прибора в этой компании, вы видите, конечно, это, как правило, это достаточно тихий компрессор, но мощный. Мы сейчас с удовольствием используем опыт, получаем по поводу применения вот этих часов. Супер тихо работает, но ремешок накачивает и меряет. Не хочу сказать, что там проблем нет, но прекрасно созданный такой девайс, прибор, который мы будем осваивать. Второй момент, это все-таки должна быть очень удобная манжета, которая должна легко одеваться и сниматься. Чувствительные датчики, которые могут и аритмию улавливать. Ну, большой дисплей, вот вам здесь представлен, питание. Но самое главное, вот эта вот система регуляции накачивания и сброса воздуха, так и называется интеллектуальная система, интеллисенс, это очень важный элемент в измерении автоматического артериального давления. Ну, вот здесь я вам представил, рынок в ценовой диапазон, он доступен реально. Вот, и, кстати, здесь вот изобразил вам прибор, который был использован в приборе Sprint, который давал заниженные цифры, американцы после этого выдали рекомендацию о снижении уровня, что не совсем, в общем-то, правильно. Но на сегодняшний день, конечно, это, вот, основная масса идет, это на предплечник, да, измерители. М2 наиболее, так сказать, распространена, но я хотел бы привлечь внимание к этой модели, у него есть ряд преимуществ. Запястные тонометры, тоже выбор большой. Но здесь хотел особо подчеркнуть, вот это приложение к смартфону, который доступно, оно выставляется, так называемый Амрон Коннект, вы наводите телефонный ваш аппарат на дисплей, и по типу QR-кода он считывает данные, полученные при измерении артериального давления, заводит его в телефон, а дальше вы можете их использовать уже в электронном виде, в графическом. Ну, вот те критерии, которые мы рекомендуем, чтобы люди знали, что такие параметры нужно оценить. Автоматизация питания, сертификаты качества, каждый прибор ежегодно подтверждает качество российскими контролирующими органами, ну и дальше, где меряются, есть ли нарушения ритма, какие датчики, дисплей, объем памяти очень важный, потому что без памяти это плохо, с памятью тоже много иногда и не надо. Ну и вот это внизу, возможность передачи данных регистрации. Вот очень важный момент, я вам показал, как мы иногда меряем механически, если вы посмотрите, пульсация начинает со 140, а накачиваем мы туда до 250, естественно, повышаем вероятность ошибки. Вот эта система IntelliSense, интеллектуальная система управления, это очень интересная штука, позволяет практически индивидуально проводить компрессии, стравливать воздух в мере ответную реакцию, полученную с того места, где вы меряете. Вот, обратите внимание, около 30 патентов было направлено на разработку этой создания вот этой системы IntelliSense, поэтому вот этот фактор, как качать и как сбрасывать, он имеет очень большое значение. От этого зависит и индивидуальный подход к измерениям, и, соответственно, возникают вопросы, связанные с аритмией, и многие другие вещи. Еще один аспект, который, опять же, вот, ковид, я думаю, он, все преимущества вот этой манжетки позволит оценить. Опять же, IntelliWrap, интеллектуальная манжетка, скажем так. Это веерообразная форма, вот такая труба. Охватывает руку практически на 360 градусов, ширина ее универсальная до 80% подходит. Здесь не надо долго мучиться, чтобы ее надеть, просто ставить руку и, собственно, начать измерение. Кстати, она вот как раз в М3 модели, я о ней попозже немножко скажу. Но почему вот эти вещи важны? Я вот в этом месте хотел бы эту проблему поднять, потому что, вот посмотрите, красная зона, это реально. Это с фотографией, ну, и, может быть, 2-3 недели, как, да, меряют давление дважды. Наверное, это маловато в ряде случаев. Но посмотрите, как сестре в этом костюме приходится надевать, натягивать манжетку, потом ее затягивать, потом мерить, а потом еще записывать то, что она получила. Поэтому вот тут ковид, конечно, нам создаст проблему в измерении. Какого плана? Ну, во-первых, нужна вот такая удобная надевающаяся манжетка, о которой я говорил, верообразная, это раз. И второе, ну, как быть с измерителем? Вот уже в предыдущем докладе было сказано, нельзя в красную зону вносить измеритель сахара. Ну, хорошо, понятно, красная зона, красная зона. Закончится эта эпидемия. Но проблемы, измерение артериального давления, как метода, который переносит с одного человека на другой, все, что у него есть на коже, оно останется. Поэтому я думаю, что мы придем к тому, что у каждого будет свой индивидуальный тонометр, с которым он будет приходить. И вот тут, конечно, очень важно то, что у нас появились вот эти вот запястные тонометры, выбор. Ну, наиболее распространенная модель это вот M2, тут как раз система IntelliSense, накачка, сброс, разные размеры манжеты есть, детские варианты. И варианты с выбором вот этой памяти от 30 до 60 измерений, ну, это вполне достаточно. Но я бы хотел все-таки вот эту модель особо выделить, M3 Comfort, потому что как раз в ней идет вот эта манжета интеллектуальная, которая позволяет упростить процесс надевания и, соответственно, облегчить пациенту жизнь. Вот здесь вам представлены и его характеристики, этой системы IntelliSense, манжету совершенств, ну, и дачу кучи преимуществ, как память, графическая индикация всего, и так далее. Модель, которая позволяет передавать данные через интернет, и как раз вот такие аппараты, они сейчас для системы изоляции могут быть более приемлемы. Хотя, повторяю, вот эта вот концепция Amron Connect, она позволяет внести все изменения с измерителя в девайс свой, в смартфон и передать. Ну, и, конечно, как я уже говорил, мы все-таки идем к эру, входим в эру с носителей, измерителей, то есть приборчиков, которые делают доступным измерение давление, не только дома, но и везде, где это требуется, в самых неожиданных вещах. Вот здесь вам показано, на сегодняшний день у нас, повторяю, в России часов нету, да, а вот носителями является все-таки, ну, ясно, что делать не на руке, где-то может быть портфель, рядом он, в общем, всегда в доступе, и увидеть, что это можно и утреннюю проблему гипертонии решить, погодные факторы, где бы вы находились, померить, физические нагрузки, алкоголь, стресс, и вот даже вам показан космонавт, у которого на руку надет запястный тонометр. Ну, у меня нет возможности, долго говорить мы проверяли, собственно, у них показатели не отличаются от показателя на плечевом тонометре, да, если рука правильно кладется на уровень сердца, и меряется давление, соответственно, уровень левого желудка. Вы знаете, этот принцип, он и у часов сохранен, тоже надо класть положение рук, тогда получите нормальный результат. Даже плечевой тонометр, вот мы со смадом, с автоматическим вот этими приборами столкнулись, потому что когда человек спит, он спит на боку, на правом боку, это одно, на левом, другое, манжетка все время перемещается относительно сердца. И там вот эта проблема, она создает большие колебания артефактные в плане изменений вот этого давления. Поэтому сегодняшний день, по нашему опыту, мы идем сюда, это эра, все-таки мы спускаемся на луч, и меряем давление здесь, с учетом тех особенностей приборов, которые есть. И, соответственно, вот те модели запястных тонометров, ну, на наш взгляд, вот эта, R2 опти, она является оптимальным, тут появляется память, это 30 измерений, достаточно. Если хотите больше, то F3 опти, но она будет немножко подороже стоить. Ну, и тут показал часы, куда мы, собственно, придем, неизбежно, потому что действительно интересно, роль манжетки здесь выполняет вот этот вот накачивающийся, я сейчас вот такой приобрел, с удовольствием его изучаю. думаю, что за такими измерителями будущее. Что они еще позволяют сделать? Величина манжетки, она на запястье, на предплечье очень здорово влияет, поэтому тут, у точных людей, это тоже предпочтительно. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, если говорить о выборе приборов, конечно, вот я бы остановился на M3 модели и на R2 опти. И, соответственно, безусловно, это проверка пациентов готовности к ковидной инфекции, насколько они подготовлены, в том числе к измерению давления, сахара и так далее, и тому подобное. По этой архе важно померить, померить в день, это не меньше десяти измерений, чтобы выявить циркальный ритм, утро, полдень, вечер, но если встает, то ночь, тоже очень важно, и постараться это совместить с теми триггерными, пусковыми моментами, которые возникают как факторы повышения артериального давления. Но мы вот этим вещами занимаемся, поэтому здесь, я уже говорил, показывал на примере запястных тономитов этой погоды, это утро, диурез, вот я сейчас слушал нефрологов уважаемых, там нет совершенно показателей диуретической реакции, а со временем Семеновича Семеновича Семницкого, это один из простых, доступных показателей развития почвы, недостаточности, и показатель к назначению выбора диуретической терапии. Поэтому сегодняшний день, повторяю, выбор измерителей, он большой, измерители качественные, и этими измерителями надо уметь пользоваться. И теперь, все-таки, на мой взгляд, а что принципиально новое, мы можем рекомендовать для применения уже сейчас, чтобы, как говорится, использовать это в условиях ковидной пандемии. Я вернусь к тому, к той преамбуле, которая была. Да, высказывается предположение о том, что вот этот вот ингибитор АПФ, они могут быть не очень полезны при лечении артериальной гипертонии, но, повторяю, есть и серии работ, где наоборот, что они являются как раз предпочтителем для применения при ковидном инфицировании. Вы знаете, я думаю, что я могу сослаться, у меня много лет задают один и тот же вопрос, когда лекции читают, как вы относитесь к сортам? Я говорю, хорошо отношусь к сортам. Нормальный, хороший препарат. У меня два момента, которые меня смущают. Первое, что блокирую рецепторы конгиотензина-2, мы фактически организм заставляем синтезировать ангиотензин большим количеством. Я не очень понимаю, что он делает. Рецепторы закрыты, ангиотензин-2 циркулирует. У меня нет ответа к вопросу. И второй аспект, это смущает частота побочных эффектов. Это не каша, они действительно хорошо переносятся. И когда спрашиваю, а какие побочные, как правило, врачи не отвечают. Вы знаете, вот как раз по поводу сортанов есть статистика о том, что при их применении увеличивается частота острых респираторных заболеваний, так называемого upper respiratory tract infection. 2003 год, я здесь не буду ее приводить, но она есть, это американская стадия, где практически все сортаны проанализировали, а группы были там по 2, по 3 тысячи больных. и там процент вот этого РЗ от 6 до 9 процентов, это очень много. Вот это необходимо учитывать, потому что многие сейчас новые сортаны, они на этот аспект особо внимания не обращаются, когда и в аннотациях, правда, в некоторых есть, вот это и РЗ есть, и дистресс-дыхательный синдром есть, все это есть. Я хочу сказать, что как везде, вот эти побочные эффекты, они являются следствием, являются дозозависимыми. Это раз. Поэтому до посинения или до применять большие дозы, это как раз увеличивает вот этот риск. Второй момент. Мы прекрасно знаем, что мы не должны применять ингибитор АПС с сортанами вместе. Нельзя систему пережимать. Система входит в систему иммунитета. Поэтому на сегодняшний день, почему вот такая преамбул к этому рисуночку, все-таки предпочтение отдается препаратам, которые комбинируют меньшие дозировки, но за счет именно рационально подобранного механизма действия антигипертензивного эффекта, вы снижаете риски вот этих вот нежелательных побочных эффектов связанных с чрезмерным дозированием. Вот почему на мой взгляд заслуживают внимания два препарата, которые мы последний год изучали и оказались очень довольны. Мы даже вот такой значок здесь нарисовал как препараты блокбастер терминологии Виктор Адзал американского исследования, которые как наш опыт показывают, что больные выбирают и не хотят с них отходиться от этих препаратов. Речь идет о применении комбинации индивитора АПФ с диуретиком. Вот первый препарат это Диратон Плюс. Второй препарат это известный нам Экватор. Он в общем-то зарекомендовался очень эффективным средством с подобранными вот этими компонентами, которые обеспечивают оптимальное регулирование и артерии, и вен. И кстати у него уникальные свойства я про время. А, сейчас, а тут все. Я так смотрю, что еще 10 сайтов. Нет, 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 я не волнуюсь. Вот, и второй препарат это Эквапресс. Что здесь интересно, вы знаете, это первые препараты, в которых был зашит диуретик, пролонгированный, не обычный индопамид, мы знаем это, а ретардированный, который появляется максимально через 12 часов. И вот это плавное действие позволяет соблюдать его вот этот гипертрофиль его желудочек убирать, и давление держать, и при этом метаболическая нервность, вот то, что было и до меня, да, и глюкозу, и подагру, вот это вот очень важные вещи. И мы провели два исследования компактных по поводу вот этих двух препаратов и получились совершенно неожиданные результаты, набегая вперед, скажу, по стабильности и по переносимости. И они опубликованы, вот здесь вам представлены. Это исследование больных со средним и тяжелым течением артериальной гипертонии. А вот внизу вам показана методика. Это самоконтроль артериального давления и диореза, где мы в течение трех месяцев увидели все вот эти преимущества. Вы посмотрите, что мы получили, когда назначили эти препараты. В больных с артериальной гипертонии идет смещение диуретической реакции с ночной, с дневной на вечернюю. Вот это нектурия. И это является показателем ХПН или хронической болезни почечной. И второй момент, это и есть показатель назначения диуретической. Диратон плюс это лизиноприл с пролонгированным препаратом. Бьет активация диуреза, перевод его в дневной и смещение вот этого вероятно ночной. Мы нормализуем диурез и получаем суперстабильный суточный дневной вот этот эффект. И то же самое получили на эквапрессе более тяжелых больных, когда нормализовали активирование дневной диурез, убрали ночной и получили вот этот стабильный эффект с очень приличными цифрами на буквально одной-двух комбинациях препаратов. И вот тут вам представлен дозировки. Фактически на одной-двух компонентных дозировках мы получаем у 90% эффект, причем стабильный. Тот, кто переходил на этот год, а что вы нам даете, мы получили очень хороший стабильный результат. Вот вам представлено обычные препараты, когда все-таки гипотония развивается, переводим на вот эти препараты получают стабильный вот этот эффект. Ну и вот на это я бы хотел, чтобы обратили внимание. Важно иметь не только комбинацию препаратов, но как они метаболизируют. Вот смотрите, лизиноприл, а дальше идет вот этот пролонгированный эндопамид, который фактически нивелирует отрицательное влияние препарата на точную функцию. Или вот эквапресс идет, лизиноприл, потом артериолярный вазодилетатор, и потом уже доводится это все диуретическим эффектом. Вот это и есть объяснение суперстабильного, суперстойкого эффекта с минимальными побочными эффектами. Вот почему, когда мы обычной комбинацией применяем, хорошие идеи, но каждое сочетание, их тут порядка шести, она находит своих пациентов и требует титрования препаратов перед лечением. И, соответственно, это написано во всех инструкциях. В условиях ковида это очень сложно сделать. Поэтому те ситуации, где мы назначаем препарат, который можно получить сразу, вот такой стабильный эффект, не заморачиваясь подборок дозировок, он архиважен. Ну, и вот мы делаем вот такой вывод, что в условиях самоизоляции все-таки нужны препараты не столько мощные, сколько умные, с половиноподобленной дозировкой, фармакинетической. И вот эту вот проблему с ингибитором АПФ, она решается за счет чего мы дозит немного и сильно подавляем систему. Она должна быть, она должна работать. Вот почему заключение хотелось бы делать вот это. Конечно, надо мерить артериальное давление, надо знать, что провоцирует повышение вот этого цифры. Если говорить о препаратах, то вот три, которые на сегодняшний день у нас в лидерах, это экватор половины, броги, в частности, как для начала. Единственный препарат, есть риск, и вы можете начать с половины дозы лезиноприла и амодипина, это 2,5-5 миллиграмм. Ну, и второе, это диратон плюс, опять же, стартовая доза, 5 плюс полтора или 10 плюс полтора. И у тех, у кого уже нужно с погодой побороться, нужно риски выбирать, это экватор, и опять же, за счет пролонгированной формы эндопамида, я только одну форму знаю, это арифан, вот, два ваза дилетатора, поэтому вот этот пролонгированный препарат комбинации, он заставляет переосмыслить многие вещи, важна не сила, важно умное, комбинированное сочетание, последовательность фармакодинамических эффектов. Вот на сегодняшний день, вот эти препараты, они архивостребованы нашими пациентами, это не реклама, это не статация. Ну, собственно, все. нам в условиях ковида нужно подходит к литвению, и мы увлеклись подавлением разных систем, Павел Андреевич, гемостаза, вот, у нас гемстезиологов не осталось путев, потому что нельзя давить все, тромбоцит полицейской клетки, вот, поэтому спасибо вам за курантил, которому вы вернули, внимание, да, нам нельзя давить, да, и свертывание крови, потому что, смотрите, трехкомпонентное подавление тромбоцита, потом вот эти новые антикоагулянты, вы не боитесь, что мы систему гемостаза передавили предотвращение тромбозов в при сердечно-сосудистых делах, в том числе и появляются препараты, которые мощно блокируют антириво-рениновую систему, да, она будет снижать давление, но отсюда они принимают участие в кровообращении, в зоне воспаления, поэтому я думаю, что COVID-19 заставит нас делать самое главное, вернуться к индивидуальной медицине, патогенетически обоснованной и подборе терапии индивидуально, чтобы не навредить, вот то, что я сегодня сказал, два подхода, это надо мерить и выбирать умную кабину, все. Спасибо. Пожалуйста. Я напомню, что Михаил Петрович имеет тоже отношение к свертыванию крови. Да, с него в детстве, но в юности был секретарем проблемной комиссии патологии гемостаза, где были великие гемостазиологи, я сейчас читаю вот эти публикации, я не могу понять механизм, да, вот то, о чем вы говорили, с чего начинается это все, потому что раньше факторы свертывания, там масса была вот этих вот исследований, когда мы это делали, а сейчас как-то перешли на импульс. А сейчас они АЧТВ делают и тромб было снарно. Ну, АЧТВ это какой смысл, это АЧТВ, контроль за антикогулянтами, никакого отношения к когуляционному потенциалу персе, да? Когда им начинаешь говорить плазменоген, вот я со своим сотрудником сейчас общался и говорю, посмотрите фибриноген, дедимер это понятно, но фибриноген важно в динамике, куда он идет, как он потребляется, если воспалительная реакция растет одно, а если снижается, это другое, то же потребление в основном там у большей части, во всяком случае в начале, крайне высокие цифры фибриногена, что тоже не очень понятно, это не только воспалительная реакция, да, я думаю, что там не только воспалительная, там какая-то еще хитрость, но любую встречу фибриногена это плохо, это самое объяснение, вот мы в свое время занимались стрепкиназой белорусской, вот, и нарвались на вот эту вот реакцию, когда начали после того, как ее применили, гигантский рост фибриногена, я так тогда связал это только с одним, идет фибриноли с образованием фрагментов, которые стимулируют, или мелких, или других, которые как раз стимулируют различную синтез фибриногена, вот, даже пытались дефибринацию делать крови, это показатель, который легко смотрится, но надо просто понять, что это такое, то ли это воспаление, то ли потребление, вот, то ли блокада свертывания какая-то своеобразная, да, 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 сплошный растворимый комплекс фибриномономер, ой, вы же прекрасно знаете, сколько там осколков появляется, сколько молекулярных, низкомолекулярных, это может быть не настоящий фибриноген, а псевдофибриноген, может, может, вот тот рыхлый, который методы другие теперь, это мы раньше по Рудберг смотрели, это был один метод, а сейчас вы знаете, очень интересно, я тут статью посмотрел по поводу Додимера, кстати, спасибо за Земницкого, нет, за Земницкого, я уж промолчал, когда обсуждали почки, там нету нету, 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 да, так же, как у Рудберга там нету, Павел Андреевич, это позор для нашей нефрологии, потому что Семен, Семен Земницкий это же функциональная медицина, и как он говорил, у меня диурез в клинике меряется в процентах от потребленной жидкости, и мы сейчас видим, как у гипертоника, извините, начинает давление снижать, а у него диурез уходит в ночь, потому что, извините, холитерационное давление уже не справляется, вот, я чувствую, что сейчас мы еще одну конференцию продлился, Михаил Петрович, Ладно, спасибо большое. Я хотел вас поблагодарить за то, что вы вот так вот комплексно наехали на, с разными точками зрения, на ковид, это очень правильно. У нас следующий выступающий Андрей Алексеевич Зайцев, который неожиданно прорвал интернет своими сообщениями по применению глюк-кортикостероидов, есть у него подключение, нет? Андрей Алексеевич, мы вас ждем в эфире. Я, здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Да, у нас есть технические проблемы, я сразу просто предупрежу товарищей о том, что у Андрея Алексеевич не очень хорошо работает интернет, но будем надеяться, что все будет хорошо, и я уже тогда сразу заодно спрошу, да, главный пульмонолог армии и госпиталь Бурденко, заведующий отделением пульмонологии. Тут вот мне задали вопрос, есть ли способы лечения фиброза легких в исходе тяжелой ковид-пневмонии по КТ 3-4 степень 70% больше месяца в стационаре какой-то процент легких восстановить. Ну, я свое мнение сразу скажу, что все восстановится, да, но поскольку ваша тема как раз интерстициопатия, да, то есть, собственно говоря, вы об этом будете говорить, то может вы заодно и свое мнение расскажете. Спасибо. Вперед. Хорошо. Я могу начинать? Да, 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 все, я выхожу. А слайды? Ну что ж, глубоко уважаемые коллеги, я рад вас всех приветствовать на нашем форуме и большое спасибо организаторам данной конференции, что все-таки мы продолжаем наши традиции и в конечном итоге удалось сделать эту конференцию пусть даже в таком оригинальном, но от этого не менее интересном формате. Мой доклад действительно называется таким, ну, в какой-то степени необычным образом интерстициопатия при COVID-19, ну, а я уже в свою очередь постараюсь как-то раскрыть не сам, возможно, термин, а некие подходы к ведению тех поражений легких, которые наблюдаются у пациентов с коронавирусной инфекцией, ну, в рамках и собственного клинического опыта, и, конечно же, тех рекомендаций и тех новых работ, которые в настоящее время увидели свет. Безусловно, несколько слов, конечно же, стоит все-таки озвучить о количестве заболевших и умерших. Действительно, проблема существует, и, по крайней мере, по тем данным, которые нам всегда представляли главные терапевты, главные пульмонологи, например, Москвы, где традиционно стационарное ведение пациентов с внебольничной пневмонии, нам говорили, по крайней мере, о 800-1000 погибших в течение года, то вот здесь, конечно же, эта цифра на сегодняшний пенужеток времени уже приблизившаяся или даже, так сказать, на сегодняшний пенужеток времени превышающая 2000 человек, она заставляет обращать на себя внимание. И, в свою очередь, скажу, что до последнего времени, наверное, гриппозная инфекция, когда мы говорим о вирусных поражениях легких, всегда стояла на первом месте по участию количества погибших, и наше ожидание, что все-таки COVID-19 не превысит эти пределы, к сожалению, на сегодняшний пенужеток времени не оправдались. Что бы мне хотелось все-таки поговорить в рамках ведения пациентов с поражениями легких. Вне всякого сомнения, мы прекрасно понимаем, что есть ряд контингентов, которые болеют значительно тяжелее, нежели остальные пациенты. Конечно, речь идет о больных и старших возрастных группах, и есть как бы некий фенотип. Это, безусловно, ожирение, это, безусловно, артериальная гипертензия и сахарный диабет. Вот коморбидный фон, к сожалению, та проблема, которая, по крайней мере, по тем данным, которые сегодня присутствуют, и по собственным наблюдениям, вот именно у этой категории, к сожалению, наблюдается крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции. В нашем исследовании, которое пока еще не опубликовано, но так или иначе, хотелось предварительные данные уже представить, мы пока посчитали из того пула больных, которые проходили лечение, их было значительно больше, 103 пациентов сделали вот такую статистику. Обратите внимание, ожирение 50%, индекс массы тела более 30%, с сахарным диабетом практически 12%, с артериальной гипертензией 30% пациентов, а вот с бронхиальной астмой, кстати говоря, порядка всего лишь 5% больных, у которых было поражение нижних отделов респираторного тракта, и они попадали в стационар. Это согласуется, в общем-то, с данными наших коллег, в том числе из Сеченовского университета, которые показали, что количество подобного рода пациентов, попадающих в отделение анимации интенсивной терапии, составляет порядка 2%, когда мы говорим об астматиках. Поэтому, наверное, это такое интересное клиническое наблюдение. О чем бы мне хотелось еще отметить, коллеги, по части клинических симптомов COVID-19. Обратите внимание, конечно же, когда у пациента есть поражение нижних отделов респираторного тракта, да еще со средней тяжелой, в виде вот той самой интерстициопатии, пневмонита при данном заболевании, практически всегда, конечно же, наблюдается лихорадка, но говорю я вот в этом ключе об интерстициопатии только в одном. Когда мы наблюдаем пациента первоначально, в том числе в амбулаторной практике, очень важный момент, это, конечно, не пропустить тяжелое течение этого заболевания, то есть прогрессирующим поражением легких и прогрессирующей дыхательной недостаточности. И здесь вполне очевидно, при любой респираторной инфекции, как только у пациента появляются жалобы на одышку, наблюдается это хипноя, вполне очевидно, перед нами пациент с элементами дыхательной недостаточности и необходимо рассмотреть целесообразность его нахождения соответственно в условиях стационара. Это действительно так, и по тем данным, которые представляют и наши китайские коллеги, и ряд других исследований эпидемиологических, и ряд, конечно, собственных наблюдений, говорят нам о том, что, конечно, когда мы начинаем расспрашивать этого пациента, который находится уже в стационаре, у которого есть признаки дыхательной недостаточности, эпизоды десатурации ниже 90%, он всегда отмечает, что да, в течение нескольких дней у меня уже наблюдалась отышка при физической нагрузке и так далее, и так далее. Конечно же, это очень важный вопрос по участию маршрутизации этих пациентов. Врач, осматривая этого больного, в обязательном порядке должен обращать внимание на этот симптом и, конечно же, пульсоксиметрии. И если у этого больного, да и у любого пациента с респираторной инфекцией при пульсоксиметрии сатирации меньше 92%, это однозначно необходимо рассмотреть вопрос о необходимости его наблюдения в условиях стационара. Ну и, конечно же, ряд других критериев, которые присоединяются к ведению этого пациента, позволят нам принять правильное решение и направить его на стационарное звено. Еще один очень важный момент, когда мы говорим о поражении легких в рамках коронавирусной инфекции. Вот, наверное, тоже повод для определенного обсуждения по части постановки диагноза, ну, наверное, любой вирусной инфекции и в отношении гриппа, как вы знаете, это всегда стояло на одном из очень важных мест. Так и здесь. До сих пор, конечно же, есть проблемы по части вирусологического подтверждения соответственно процесса ассоциированного с COVID-19. Конечно же, классикой является выявление РНК COVID-19 в применении методов амплификации нуклеиновых кислот. Мы прекрасно знаем, да, что, к сожалению, частота ложно-отрицательных результатов при проведении пациент-диагностики, которая зависит, безусловно, от целого ряда вполне себе объективных причин, в ряде случаев не позволяет поставить вот такой вот вирусологический диагноз. И вот здесь, конечно же, наверное, впервые, в первую очередь со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации было сделано, ну, в какой-то степени совершенно понятное разъяснение, что при наличии признаков инфекции дыхательных путей, включая лихорадку и целый ряд других клинических симптомов, и при наличии характерных рентгенологических признаков, в частности, по компьютерной томографии, вот такие вот зоны матового стекла, конечно, перед нами уже готовый диагноз коронавирусной инфекции с поражением нижних отделов респираторного тракта, а вот далее будем разбирать вирусное поражение легких, интерстицию, патия, пневмонит, либо все-таки пневмония, как правильно это называть. Я уверен, что среди коллег, которые сейчас слушают наш вебинар, вот такая вот картина, КТ-картина, уже, в общем-то, широко известна, и это действительно классическая КТ-картина пациента с поражением легких в рамках коронавирусной инфекции. Безусловно, очень важно понимать, и здесь компьютерная томография действительно позволяет нам классифицировать наших пациентов по объему поражения лекарственной ткани, КТ-1 менее 25%, средний объем распространен с КТ-2 25-50, уже значительное поражение менее 75%, но более 50, ну и, конечно, критический объем поражения, когда мы говорим о КТ-4, то есть более 75% легочной паренхимы поражено в рамках коронавирусной инфекции. А вот дальше, коллеги, давайте переходить к определенной сути, которая оказывает существенное влияние на фармакотерапию данного процесса. Клинические формы COVID-19. Вот это слайд, вот эта таблица, вот эта классификация, она присутствует, ну, наверное, во всех, без исключения, рекомендациях различных сообществ, международных, в том числе присутствует национальных рекомендациях к поведению пациентов с COVID-19, где выделяют острый респираторный вирус инфекции легкого течения, это действительно порядка 80% больных, и 20% это пациенты со средне-тяжелым течением COVID-19. И выделяется пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония стоковой, и, соответственно, грозное осложнение в виде развития острого респираторного дистресса синдрома, сепсис, септического шока, тромбоза, тромбоэмболия, то есть исходно тяжелые пациенты с подобного рода клиническими проявлениями. Давайте посмотрим все-таки на определение, что же такое пневмония. Классическое определение вы видите на этом слайде. Это группа различных патиологий, патогенезов, морфологические характеристики острых инфекционных преимуществ бактериальных заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких, с обязательным наличием внутри альвеолярной эксудации. То есть, по большому-то счету, я не буду, безусловно, распространяться в нашу многоуважаемую аудиторию, но все равно это помимо лихорадки, конечно же, гнойная мокрота, боли в грудной клетке, если уж мы говорим о клинических признаках этого процесса, и усклютативная симптоматика в виде наличия фокуса мелкопузырчатых хрипов, либо крепитации, либо притупления ограниченного легочного звука переперкуссии легких, вот вполне очевидны клинические, рентгенологические и так далее критерии, которые присутствуют при обычной вне больничной пневмонии, как правило, ассоциированные с бактериальной флорой. Давайте посмотрим на пациентов с COVID-19 и поражением легких. К сожалению, у меня не получится сейчас продемонстрировать видео, которое я хотел бы это сделать в рамках подобного рода доклада. Ну так и лимбочек. Гнойная мокрота у наших пациентов. Очевидно, у большей части пациентов, а вообще на старте попадающих в стационар, ее попуску нет. Лейкоцитоз, как правило, не наблюдается, скорее лейкопин. Повышение прокальцитанина, как раннего биологического маркера воспалительного ответа, больше 0,5. Нет ни у одного пациента, в том числе, даже, кстати говоря, поступающих исходно собственным спиротом дистресс-синдромом в отделении реанимации. Он появляется чуть позже, так сказать, при нахождении пациента в арен. Повышение цели активного белка, вот здесь вполне очевидно. У целого ряда наших больных, вернее, у большинства с поражением легких, наблюдаются высокие цифры этого биологического маркера воспалительного ответа. Давайте разбираться. Уже появились данные по части морфологической картины, которая наблюдается у пациентов с COVID-19. И я не буду зачитывать уже широко известные данные, которые действительно были опубликованы, в том числе и широко были распространены в сети интернет. Но разве это очаговая пневмония? Разве это действительно тот термин, который можно привлечь к описанию тех поражений легких, которые наблюдаются при COVID-19? Очевидно, нет. Речь идет о диффузном альвеолярном повреждении. И это совершенно по большому счету другая морфологическая картина, которая не наблюдается при очаговой пневмонии. Поэтому это действительно послужило в какой-то степени для нас неким желанием еще раз поставить некие вопросы в первую очередь перед самим собой, перед практическими врачами. Что же мы в конечном итоге лечим и что мы хотим добиться, соответственно, когда у нас в диагнозе стоит пневмония, ассоциированная с коронавирусной инфекцией. Поэтому давайте разбираться. И на наш взгляд, я озвучил к тому, что мы даже опубликовали действительно открытое письмо, потому что на наш взгляд, особенно при массовом поступлении пациентов в начале мая в наши стационары это было крайне важно. И мы это сделали и, в общем-то, сейчас получаем действительно положительный опыт, крики от наших коллег, которые свидетельствуют о том, что это было правильно сделано. По крайней мере, расстановка определенных точек над И действительно при ведении этих пациентов имеет важное значение. Точки над И вполне очевидно мы сейчас не расставим, но по крайней мере какие-то направления совершенно правильное поведение этих больных мне кажется уже сформировано. Так вот, на наш взгляд, этот термин пневмонии совершенно не отражает клинику рентгологические, да и по отдельным сообщениям морфологические признаки патологического процесса, наблюдающегося при коронавирусном поражении легких. Термин этот пневмония в этой ситуации является некорректным и в ряде случаев может даже привести к определенной неверной оценке ситуации, потому что если мы рассматриваем действительно пневмонию, то вполне очевидно желанию практического врача все-таки задуматься о назначении антимикробной химиотерапии, которая при коронавирусной инфекции, при вирусной инфекции безусловно будет неэффективна. Более правильным на наш взгляд является термин вирусное поражение легких, а все-таки и дальше мы посмотрим, почему это так, пневмонит либо интерстициопатия, что и должно быть отражено в диагнозе. Мне, конечно же, очень нравится термин интерстициопатия, который в какой-то степени впервые по отдельным сообщениям ввели в термин ведение пациентов с коронавирусной инфекцией наши итальянские коллеги. Мне кажется, он действительно очень прекрасно отражает ту ситуацию, которая происходит с нашими пациентами. Это процесс, не будем сейчас говорить о первопричине этого процесса, проявляющейся воспалением и нарушением структуры альвеолярных стенок, эндотелия, легочных капилляров. И заканчивается все это действительно нарушением газообмена, который и приводит в общем-то достаточное количество наших пациентов в отделение реанимации интенсивной терапии, требующей высоких уровней респираторной поддержки. И вот возвращаясь к потрясающему вопросу, который уже анонсировал Павел Андреевич, это все, кстати говоря, до конца не уходит, по крайней мере в ближайшие сроки после перенесенной коронавирусной инфекции с тяжелым массивным поражением легочной ткани. И я приведу клинические примеры уже на сегодняшнем промежутке не появившейся. Именно интерстициопатия, требующая в том числе определенного ведения этих пациентов по части, в том числе, так сказать, и амбулаторного этапа после выписки. Данный факт имеет важное практическое значение, так как термин пневмония нередко в общем-то заставляет нас с вами назначать антимикробную терапию, хотя здесь признаков присоединения бактериальной инфекции как правило не наблюдается. Напротив, вышеозначенные термины пневмонит либо интерстициопатия совершенно сразу же поставят перед практическим врачом четкое понимание проблемы. Раз это ИД, раз это пневмонит, раз это интерстициопатия, а мы прекрасно понимаем, какие препараты используются при данных процессах, когда речь идет соответственно по большому-то счету уже заболеваний, ну в какой-то степени даже неинфекционной природы воспаления, здесь речь идет о противовоспалительной фармакотерапии, а здесь либо моноклональные антитела, когда мы говорим о тяжелом течении пациентов с коронавирусной инфекцией, либо глюкортикостероиды, других вариантов по большому-то счету и нет. Циреактивный белок, давайте разбираться, помните, я показывал тот слайд, где все-таки у всех пациентов с поражением легких отмечаются высокие цифры циреактивного белка. Так вот, это очень важный момент, глубоко уважаемые коллеги, мы тоже это заметили и уже посчитали в настоящее время в рамках такого статистического анализа и можем с уверенностью сказать, что в большинстве публикаций, конечно, циреактивный белок рассматривается, посвященный COVID-19, я об этом говорю, как маркер присоединения бактериальной инфекции, требующих применения антибиотиков. Это действительно прекрасный биологический маркер, работающий в определенных ситуациях, например, обычная вне больничной пневмонии, вызванная пневмококком либо другими бактериальными агентами, с латистым филококком, припселопимонии и так далее. Уровень циреактивного белка более 100 мг на литр, совершенно четкое понимание, что это бактериальная инфекция, требующая назначения антибиотиков. А вот с COVID-19 получилось все совершенно по-другому и даже перевернулось с ног на голову, потому что наличие изменений в легких и повышение цифры циреактивного белка даже более 100 мг на литр, как оказывается, нам не говорит о присоединении бактериальной инфекции. То есть, на наш взгляд, это основной маркер активности процесса, системного процесса, в том числе, проявляющегося изменения в легких. Но маркером не присоединения бактериального поражения респираторных отделов легочной ткани, а маркером активности того самого процесса, инициированного коронавирусом. Конечно же, сейчас мы не будем рассуждать на тему аутоиммунности этого процесса, но так или иначе прекрасно, так сказать, держим это в уме ввиду необходимости привлечения средств противовоспалительной терапии. То есть, вот здесь очень интересная ситуация, говорящая нам о том, что по части решения вопроса, нужна ли антибиотикотерапия пациентам с COVID-19 поражением легких, цириактивный белок совершенно не подходит, нам нужен другой биологический маркер воспалительного ответа. Но, завершая вопрос о ЦРБ, здесь действительно очень интересные вещи, если повышение цириактивного белка коллерирует с активностью процесса, соответственно, прогрессия по компьютерной томографии, массивное поражение легких, безусловно, элементы дыхательной недостаточно, десатурация ниже 90%, конечно, это повод задуматься о модификации антимикробной терапии. Наши пациенты с поражением легких в стационаре, конечно же, на наш взгляд, умирают не от первично-вирусного поражения легких, протекающего, соответственно, с такой вот прогрессирующей дыхательной недостаточно, они умирают уже от осложнений, соответственно, этого процесса, когда лихорадят уже больше 8 суток, и речь не идет о какой-то вирении, да, где противоиспалительные препараты могли бы навредить. Все, в общем-то, с точностью да наоборот. Поэтому здесь этот термин интерстициопатия, возвращаясь к началу, соответственно, к теме своего доклада, имеет крайне важное значение для понимания этого процесса, для понимания направлений фармакотерапии, применяемых к ведению этих пациентов. Так вот, по нашим предварительным данным, включивших 103 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, уровень ЦРБ при поступлении в стационар составил в среднем 84 мг на литр и наблюдалась коррекционная зависимость с высоким уровнем тетимера, что, наверное, будет являться хорошим прогностическим критерием как раз для определения оптимального времени для подключения противовоспалительных препаратов, в частности, глюкортикостероидов. А вот уровень прокальцетанина у всех поступивших в стационар с поражением легких, вне зависимости, кстати говоря, от объема поражения, включая крайне тяжелые КТ-4, на первоначальном этапе составлял менее 0,5 нанограмм на миллилитр. Но забегая вперед, скажу, что и даже спустя определенное количество дней, включая курсы противовоспалительной терапии, глюкортикостероидами, либо, например, тоцелезумам, у большинства пациентов он остается менее 0,5 нанограмм на миллилитр, что не требует, в общем-то, подключения антимикробных препаратов. Поэтому при введении пациента с COVID-19 и поражением легких совершенно четко нужно сделать следующий вывод. Необходимо мониторировать оба показания ЦРБ и проколицетанин. У них две разные совершенно задачи. В одной стороны это один из критериев подключения противовоспалительной терапии, а с другой уровень проколицетанина позволяет нам совершенно понятно задуматься либо отказаться от назначения антимикробной химиотерапии пациентов с коронавирусной интерстициопатией. Привлечение антимикробных препаратов пациентов с COVID-19 показано только при наличии объективных признаков бактериальной инфекции. И, к сожалению, вынуждены признать, что, наверное, только единственный ранний и надежный маркер бактериального процесса у нас есть, это проколицетанин, который в случае более 0,5 на многоминомиелитр требует назначения антибиотиков. Ну, еще один клинический критерий, который никто не отменял, это, конечно же, гнойная мокрота, которая, ну, на моей памяти, конечно же, ну, может быть, разве что в единичных случаях наблюдалась у наших пациентов, ну, как правило, перенесших ИВЛ. Вот. Но в большинстве этого симптома, как правило, не наблюдалось. На основании литературных данных по лечению пациентов с атипичной пневмонией и целого ряда других вспышек, в том числе с коронавирусом, в общем-то, в различных рекомендациях различных стран мира выносятся на обсуждение возможности по части противовирусных терапии, поэтому несколько слов по данному поводу я, конечно же, скажу. В первую очередь, в большей степени говорят о гидроксихлорохине либо о хлорохине, вот, которые в рамках некоторых исследований литера продемонстрировали действительно свою активность в отношении коронавирусной инфекции. Но вот в отношении клинической значимости применения этих препаратов все, конечно же, очень непросто. По крайней мере, на сегодняшний промежуток времени мы обладаем двумя потрясающими работами с достаточным количеством включенных в обсчет пациентов, которые говорят нам о том, что комбинация гидроксихлорохин плюс азитромицин не сопровождается, ну, коль скоро известными клиническими эффективностью приведения пациентов с коронавирусной инфекцией. Более того, такое сочетание может даже приводить к высокой частоте различных нежелательных явлений, в том числе к удлинению интервала КУТ. И вот еще один мета-анализ, который был опубликован совершенно недавно, 14 мая в отношении гидроксихлорохина. Применение этого препарата не приводит к клиническому улучшению, уменьшению смертности и снижению вирусной нагрузки, но при его использовании значительно возрастает частота побочных эффектов. На наш взгляд, конечно же, применение подобного рода препаратов должно быть всегда при наличии определенной конкретной цели. На наш взгляд, их возможно использовать в немногих клинических ситуациях. Например, это не тяжелое поражение легких, коронавирусная интерстициопатия, в ситуациях, когда пациент лихорадит на протяжении определенного промежутка времени и все подключенные уже известные к нему процедуры в виде соответственно парантеральных антикоагулянтов, низкомолепулярных кепаринов не позволяют добиться за этот 5-7-дневный срок соответственно клинического улучшения. И вот здесь, наверное, при отсутствии прогрессии, при отсутствии, самое главное, показаний к немедленному применению противовоспалительной терапии ГКС либо тот же самым моноклонального антифилла, вот при таких нетяжелых случаях возможно назначение гидроксихлорохина, но опять-таки это, в общем-то, должно обсуждаться и при наличии подобного рода исследований, результаты которых видите на этом экране, все-таки энтузиазма в их назначении у нас значительно поубавилась. Но в отношении лапиновира и ритонавира здесь уже, наверное, только ленивый не привел огромное количество клинических наблюдений и исследований, говорящих о том, что их все-таки привлечение этих препаратов не сопровождается клиническим улучшением больных, поэтому все-таки целесообразность их назначения является минимальной, а учитывая целый ряд нежелательных явлений, которые развиваются при приеме данных лекарственных средств, все-таки их применение должно быть существенно ограничено в настоящее время. А вот далее очень интересный вопрос, который действительно был поставлен перед нами реальной клинической практикой. Конечно же, это действительно было очень сложно. Могу вам сказать честно и откровенно глубоко уважаемые коллеги, но в какой-то степени решится при вирусной инфекции с поражением легких, пометуя о том опыте нашем введении пациентов с гриппозной инфекцией о назначении глюкокортикостероидов. Но вот эти вот данные, накапливающиеся в виде повышенных цифр С-реактивного белка, низких цифров фокалистонина, все-таки позволили достаточно быстро на наш взгляд это сделать. Здесь в какой-то степени мы были действительно одними из первых. сейчас появляется безусловно целый вал потрясающих работ от наших американских коллег. Я тоже о них сейчас поговорю, которые в какой-то степени также пересмотрели тактику ведения этих пациентов, отказавшись от целого ряда но не очень-то целесообразных при данном соответственно заболевании препаратов. а вот в общем-то некий ренессанс глюкокортикостероидов в настоящее время очень активно обсуждается в ключе ведения пациентов со средне-тяжелым течением COVID-19 при наличии признаков того самого цитокинового шторма, где эти препараты вполне себе уже показывают хорошую эффективность. Так вот, если мы будем говорить именно приемонитом терстициопатии, то совершенно четко возникает некий алгоритм для практического врача не пропустить вот эту клиническую ситуацию в виде прогрессирования заболевания, отследить по целому ряду клинических лабораторных маркеров то время, когда мы можем подключить противовоспалительные препараты, назначить их и добиться в общем-то определенного эффекта. Какого? Давайте поговорим. Все-таки опыт показывает, что, конечно, это не панацея. Безусловно, мы не вылечим больного, привлекая противовоспалительную терапию, мы добиваемся только одной единственной цели остановить этот процесс, который позволяет нам удержать пациента, по-другому, наверное, не скажешь, на самом его главном этапе, на приемлемом уровне оксигенации пациента, когда он получает там обычную кислородотерапию. Поймали мы этого больного в отделении реанимации интенсивной терапии, да, уже, соответственно, на более высоком потоке кислородотерапии, высокопоточной оксигенации, либо на неинвазивной вентиляции легких, успели, соответственно, ввести подобного рода стратегию моноколонального антитела, либо, соответственно, глюкортикостероиды, все будет то же самое, да, соответственно, пациент будет какое-то время оставаться на этой же самой неинвазивной вентиляции, то есть мы его удерживаем именно на том этапе, так сказать, когда нужда талии, но и уровень, так сказать, респираторной поддержки. Вот это очень важно понимать, поэтому мы говорим не о раннем применении глюкортикостероидов, а о своевременном, да, удержать пациента именно на этом самом этапе. На фоне применения ГКС в течение суток практически нормализуется температура тела, снижается уровень цириактивного белка в течение двух-трех дней и улучшаются вот те самые показатели газообмена, ну, уже, в общем-то, более длительные сроки, нежели, соответственно, температурная реакция, для этого, в общем-то, должно пройти определенное время, по нашим наблюдениям, это 3-5 суток. Именно данный аспект является наиболее важным, очевидно, что ранним по показаниям привлечения ГКС мы не вылечим больного, но остановим прогрессирование процесса в легких, ключевая точка на приемлемом уровне оксигенации. Поэтому целесообразно все-таки расширить клинико-лабораторное показание к своевременной противоспалительной терапии, это, безусловно, и фибрильная лихорадка, и, соответственно, появление первых признаков дыхательной недостаточности, вот те эпизоды десатурации, это, очевидно, прогрессирующее поражение легких по результатам КТ, повышение уровня цириактивного белка более 50 мг на литр, рост ферритина, рост тедимера, это, действительно, тоже в комплексе те маркеры, которые позволяют нам уже предугадать, ну, вот это прогрессирующее течение болезни у этого больного и вовремя ввести подобного рода противовоспалительную фармакотерапию, позволяющую, соответственно, остановить данный процесс. Что у нас получилось? Мы уже посчитали 57 случаев пациента, 57 случаев, которые получали пульсотерапию метилпреднизолоном, мы выбрали именно такой режим, попробовав вначале, так сказать, разные дозы, но вот оказалось, что наиболее безопасной с нашей точки зрения, да, и более соответствующие цели применения подобного рода фармакотерапии, это, конечно же, пульсотерапия, в большинстве своем это 500 мг в сутки внутривенно в течение двух последовательных дней, то есть 500 в один день и 500 в другой, вот, и оказалось, что среди наших пациентов перед началом фармакотерапии уровень цириактивного белка состоял 95 мг на литр, а у всех пациентов уровень проклицетанина был менее 0,5 на ногам на литр, и оказалось, что у подавляющего числа больных в первые же сутки нормализовалась температура тела, вот, в среднем через полутора суток у всех пациентов происходила нормализация, уровень цириактивного белка снижался, в среднем до 13 мг на литр, уровень проклицетанина был также меньше 0,5 на ногам на миллилитр, поэтому они не нуждались в антимикробной химиотерапии, а вот самое главное, та конечная точка, которую, мне кажется, и нужно выносить на первое место по части обсуждения подобного рода фармакотерапии, ни у кого из этих пациентов при влечении более высоких уровней респираторной поддержки не потребовалось, то есть они не переводились в отделение реанимации интенсивной терапии. У одного пациента, исходно наблюдающегося в отделении реанимации интенсивной терапии, там было ожирение 3, и мы, на мой взгляд, включили его в этот анализ, но доза, кстати говоря, метилплитнизолона, которую он получил, была 500 мг на курс, то есть 2 дня по 250, и учитывая его вес и, в общем-то, такое прогрессирующее течение заболевания, нам показалось это недостаточным, что потребовало введение тоцелезумаба и, соответственно, высокопоточной кислородотерапии. Ну, по крайней мере, как один из таких вот случаев, мы решили его тоже прокомментировать в рамках, соответственно, нашего обсчета. Могу сказать, что в настоящее время подобного рода подход активно обсуждается в настоящее время среди наших зарубежных коллег. Вот одним из первых об этом заявил профессор Павел Марик из Вирджинии, который, ну, в достаточно жестких выражениях даже, так сказать, написал тоже подобного рода письмо в отношении, ну, тех, даже, так сказать, ошибок, которые, в общем-то, совершались в различных странах мира по участию непринятия именно своевременного использования противовоспалительных препаратов при, соответственно, коронавирусной инфекции. Здесь действительно также присутствует у средне-тяжелых пациентов, наблюдающих выделение анимации интенсивной терапии, требующие респираторной поддержки метилпреднизолот. Да, и есть еще одно исследование, я не успел его привести, ну, в конкретных графических вариантах, но ссылка на него, в общем-то, присутствует вверху данного слайда. Это первое на сегодняшний промежуток исследования 213 случаев госпитализированных пациентов, с которым проводились короткие курсы глюкортикостероидами, но дозы, правда, были несколько меньшими, чем в нашем исследовании, это, в общем, где-то в районе одного грамма на килограмм массы тела метилпреднизолона в течение, соответственно, трех-пяти дней, и мысли, в общем-то, наших коллег совершенно с нашими удивительным образом даже сходятся, потому что если мы возьмем, ну, прямо дословно перечитывая, соответственно, данный документ, там будет понятно, что вот конечная точка, на которую они также обратили внимание. Это тот факт, что мы, конечно же, удерживаем пациента на приемлемом уровне оксигенации и не возникает необходимости перевода его к реанимации для того, чтобы привлечь более серьезные методы респираторной поддержки. Вот такое ключевое направление по части ведения пациентов с интерстерциопатией при COVID-19. Об этом уже сегодня многое говорилось. Это стандарт ведения пациентов, учитывая патроморфологические данные, которые в настоящее время мы получили по части ведения пациентов с COVID-19 и поражением нижних отделов респираторного тракта интерстерциопатии. Это низкомолекулярные кепарины как минимум в профилактических дозах либо пероральные антикоэгулянты, когда мы говорим о ведении пациентов в амбулаторной практике. Это основной метод фармакотерапии пациентов с поражением в легких рамках данной инфекции. А вот дальше, коллеги, буквально напоследок, несколько слайдов, посвященных симптоматической терапии. Очень нередко, и, кстати говоря, наши временные методические рекомендации очень быстро прислушиваются к определенным мнениям коллег наших с вами, в том числе к тем публикациям, которые появляются в зарубежной печати. И, кстати говоря, эксперты достаточно быстро реагируют, внеся, так сказать, те или иные изменения. Например, помните, в первых версиях совершенно четко, на наш взгляд, позиционировалась возможность инфузионной терапии у пациентов, переживающих COVID-19. На наш взгляд, и это было и в рамках пандемии эпидемии гриппозной инфекции, конечно, высокообъемная инфузионная поддержка этим пациентам как минимум не требуется, а как максимум она даже приводит к усугублению, соответственно, на ухудшениях сигнирующей способности легких. Поэтому в настоящее время к третьим, четвертым и так далее версиям этот факт, соответственно, был изменен. И мне бы хотелось вернуться, например, к симптоматической терапии. Вы знаете, там присутствуют до настоящего времени мукоактивные препараты. Они есть по части возможностей привлечения пациентов с кашлем. А помните, мы с вами говорили, что порядка 50% больных предъявляют подобного рода жалобы в тех слайдах, которые представляли данные китайских коллег. По нашим данным, их порядка 70%. Но вот что самое интересное, как правило, это непродуктивный, так называемый сухой кашель, который порой значительно ухудшает качество жизни больных. И вот здесь опять возникает некий диссонанс, и не зря мы в рамках, например, подобного рода вебинаров всегда включаем доклады про кашель, потому что, конечно же, назначая противокашливые, противомокоактивные препараты при непродуктивном кашле, мы добиваемся, наверное, совершенно обратного провоцирования того самого кашля, который мучает этого пациента. Действительно, это, в общем-то, основополагающее правило по части применения подобного рода лекарственных средств. И они, наверное, должны быть прописаны в том числе и в рамках симптоматической фармакотерапии пациентов с COVID-19. На наш взгляд, и мы попробовали, это, конечно же, препараты как периферического, так и центрального действия. Но вот кодеин, содержащие препараты, все-таки использовать не целесообразно у этих пациентов, да, потому что они могут приводить вполне очевидно в том числе и к уменьшению дыхательного объема, и это, конечно, у этих больных будет критично. Препараты периферического действия обладают слабым противокошлевым эффектом, и поэтому, конечно же, добиться хорошего противокошлевого действия не приходится, поэтому, кстати говоря, у нас остается только одна стратегия на сегодняшний промежуток времени. Это комбинация, скорее всего, вот такого действующего вещества, как бутамират, который действительно является препаратом центрального действия, но лишен целого ряда нежелательных явлений, которые присущи кодейно-содержащим препаратом, вот, и он действительно не уменьшает дыхательный объем, более того, так сказать, зарегистрировано действие, уменьшает сопротивление дыхательных путей, а самое главное, приводит к улучшению качества жизни у пациентов с вот таким вот сухим, непереносимым кашнем у наших больных. Есть целый ряд даже исследований, которые доказали, что вот по части коделакнео с действующим веществом бутамират существует, это доказательная база сопоставимого с эталонным действием кодейно-содержащих препаратов по части оккупирования соответственно непродуктивного кашля. И в этом ключе, коллеги, конечно же, очень важно все-таки понимать, что кашель у этих пациентов это не только ухудшение качества жизни, возвращаемся к термину интерстициопатии, потому что действительно в ряде случаев необходимо комбинировать там бутамират с противокашлевыми препаратами периферического действия, принох с диазидом, либо бутамират с рядом других лекарственных средств, обладающих противокашлевым действием. В своей клинической практике мы уже с этим столкнулись. Перед вами вот интересный клинический пример, молодой пациент с двусторонним поражением легких КТ-4, который вы видите на этом крае, проводится ему неинвазивная вентиляция легких. И, кстати говоря, глубоко уважаемые коллеги, нередкое осложнение описано уже в литературе неоднократно. И вот из нашего опыта это, наверное, уже третий пациент, у которого наблюдается спонтанный пневмоторакс на фоне поражения легких в рамках COVID-19. Интерстициопатия, три точки, которые бы я хотел поставить после соответственно этого тезиса. У этого больного соответственно на фоне кашля произошел также эпизод и этот пневмоторакс потребовал дренирования и в конечном итоге, к сожалению, это завершилось целым рядом осложнений и только лишь соответственно привлечение усилий таракальных хирургов позволили в общем-то справляться в настоящее время с данной возникшей ситуацией. Поэтому кашель у наших больных это крайне непросто. А вот дальше, коллеги, еще интересные вещи. Это уже спустя месяц пациент молодой, также если не ошибаюсь там 43 года этому больному, перенесший без инвазивной вентиляции легких, он находился на обычной высокопоточной кислородотерапии, у него наблюдалась положительная динамика по выписке, а вот то, что мы наблюдаем по большому счету через месяц после выписки из стационара, у него сохраняются изменения, появилась вот такая вот тоже булла, да, вот, которой не наблюдалось ранее, и самое главное у этого пациента диффузионная способность легких при комплексном исследовании 49%, как при серьезном, естественно, процессе, сопровождающем нарушением газообмена, то есть спустя месяц этот молодой пациент до сих пор предъявляет жалобы на одышку при физической нагрузке, и это связано соответственно с вот такими вот проявлениями, как не интерстициопатия, требующих определенных методов фармакотерапии. Вот здесь возвращаясь к вопросу, который был задан в отношении соответственно фиброза, который наблюдается у пациента в рамках того вопроса, который прозвучал, здесь на наш взгляд, конечно же, в рамках клинических исследований в дальнейшем антифибротические препараты возможно будут рассматриваться как при диапатическом легочном фиброзе, у нас есть два подобного рода лекарственных средства, но привлечение этой стратегии а, крайне дорого, б, требует конечно же очень серьезных в настоящее время клинических исследований для возможностей именинности в указанной ситуации. Второй момент, который остается, это глюкортикостероиды и безусловно у пациентов с поражением легких, массивным, с сохраняющимися массивными участками консолидации, которые сопровождаются самое главное эпизодами десатурации, то есть сниженным соответственно газообменом, на мой взгляд все-таки пероральные формы метилпреднизолона либо преднизолона 0,5 миллиграмм на килограмм в сутки уже более длительным курсом на 2-3 недели вполне себе приводит к улучшению соответственно толерантности физической нагрузки и улучшению показателей газообмена, по крайней мере в рамках своих исследований мы это получили. Но опять-таки для этого действительно необходима конкретная клиническая ситуация, принимать нужно решение коллегиально, учитывая определенный риск назначения подобного рода фармакотерапии, то есть для этого нужны определенные четкие показания для ведения пациента в рамках подобного рода противовоспалительной фармакотерапии. Но вот данный пациент, кстати говоря, у нас получает соответственно системные стероиды в дозе 25 миллиграмм в сутки. На этом фоне он, конечно, значительно улучшил показатели газообмена, что и позволило его выпить из стационара. И вот спустя месяц он уже как раз закончил курс приема соответственно преднизолона. Поэтому продолжать, на наш взгляд, в этой ситуации уже смысла нет. И, конечно же, какие-то положительные эффекты уже были получены. А дальше мы, соответственно, выполняя компьютерную томографию, выполняя, соответственно, комплексные исследования через месяц будем готовы вам доложить, что же в конечном итоге у нас получилось. Поэтому других, наверное, средств, которые бы в настоящее время могли бы быть рекомендованы на мой взгляд, нет. Есть некоторые работы по аналогии с гриппом, отвечая на тот вопрос, по части возможного привлечения высоких доз от стилцистеина в введении этих пациентов. Но опыта по части COVID-19 в применении этого препарата в настоящее время пока нигде не опубликовано. Поэтому, на мой взгляд, при правильном введении остается у нас только лишь глюкортикостероиды, которые, безусловно, в подобного рода клинических ситуациях могут примести положительное зерно в практику введения наших больных. Ну что ж, глубоко уважаемые коллеги, мы даже коснулись симптоматической терапии и возможностей противокошливых препаратов при данном процессе. И все-таки еще раз возвращаюсь к своей теме на терстициопатии при COVID-19. Правильное введение этих в лечении больных с коронавирусным поражением легких. Далю за внимание. Спасибо. Тут вопросы. Вы видите вопросы? Да, вижу. Нет, вижу. Там были вопросы по части пневмоцистной пневмонии. Вы знаете, достаточно сложный вопрос. Да, у онкогематологических больных, да еще после проведенных курсов химиотерапии вполне возможно сочетание, ну, кстати говоря, в большинстве своем, наверное, фатальное, да, тяжелого поражения легких в рамках коронавирусной инфекции и, соответственно, присоединение пневмоциста к корине, которое не улучшает. Значит, вот вопрос в лаваже бронхоальвеолярном. Часто выявляется ли РНК-вирус по вашему опыту? Ну, на самом деле применение этого метода в большинстве своем не востребовано у этих пациентов. Только у тех, которые находятся на инвазивной, да, вентиляции легких и у которых есть признаки бактериальной инфекции, требующие как бы антимикробной химиотерапии. И вот по нашим данным мы, кстати говоря, не отправляли подобного рода материал для вирусологического исследования, но вполне вероятно и такие работы в общем-то есть, что и в подобного рода биологическом материале, когда речь идет о, соответственно, тяжелом вирусном поражении легких, да еще в самом начале у пациента, попавшим на инвазивную вентиляцию, могут быть, конечно же, цепочки, да, РНК-вируса вполне очевидны. Ну, еще можно в каловых массах посмотреть, поскольку... Там говорят до пяти недель. Да, там очень, там гораздо дольше и говорят даже больше. Ну, это, да, такой материал для анализа. Ингаляционные стероиды при кашле не пробовали? Знаете, вот, да, интересный вопрос на самом деле, но здесь, как мне кажется, применение этих препаратов вряд ли приведет к какому-либо эффекту, потому что здесь по аналогии с идиопатическим легочным фиброзом, это мое личное, опять-таки, мнение, да, эти пациенты тоже... Так, я куда-то прервался, прервался. Так вот, по аналогии с идиопатическим легочным фиброзом, помните, вот этот термин все тот же интерстициопатия, эти пациенты кашляют, кашляют тяжело, и у них тоже все заканчивается нередко различными осложнениями в виде пневмоторакса. Так вот, мне кажется, что это связано с именно раздражением C-рецепторов, вот, которые уже локализуются в паренхеми легкого, и здесь только лишь хорошие противопрошлевые препараты с доказательным эффектом, в том числе центрального действия, имеют более как бы важное значение. Например, в Соединенных Штатах Америки этому очень активное внимание кашляют, отдают по части ведения пациентов с гипотическим легочным фиброзом, я это имею ввиду, и там как раз именно противопрошлевая терапия в виде текстрометарфана, коденцодержащих препаратов, в общем-то, у этих пациентов применяется. У нас все возможности, к сожалению, противопрошлевой терапии ограничиваются, ну, наверное, тремя стратегиями вполне адекватными, я о них как раз постарался озвучить, это коденцодержащий, ботомират и в ряде случаев там релиз активной тела, все. Так, данная методика назначения кортикостероидов на амбулаторном этапе возможно? Нет, ни в коем случае, вне всякого сомнения, это препараты, в отношении которых до настоящего времени существует проблема обсуждения оптимального времени их введения. Мы должны поймать этот клинический случай, когда уже имеются признаки, не связанные с вирусной нагрузкой, поражения легких, а именно признаки поражения легких, прогрессирующих с дыхательной недостаточностью, с признаками высокой активности системного воспаления, ассоциированного естественно коронавирусом, то есть тот самый начало цитокинового шторма, ну по-другому наверное, да? Цитокиновый шторм уже скорее все-таки стационарная ситуация. Да, вам о том говорили, конечно, то есть некоторые элементы именно цитокинового шторма, по-другому это здесь и не скажешь, а это только стационарные больные, только четкое время, четкие показания для применения противоспаления. Ну и потом это же не в таблетках, если я правильно понимаю, да? Конечно. Это же неамбулаторная практика ни в коем случае, только стационарные звуки. Снижение дозы глюкортических стероидов на амбулаторном этапе производится по обычным правилам. Так а здесь же нет лечения длительного, это же просто разовое введение. Нет, наверное, вопрос связан с тем, что вот как в первом вопросе сохраняются выраженные... Нет, нет, я думаю, что это именно относится к пульсотерапии. А, нет, конечно, пульсотерапия, чем и хороша, мы ввели соответственно грамм в сутки в течение двух дней и все, мы получили эффект и больше ничего не требуется. Конечно. Является ли применение дозирных глюкортическостероидов у больных с астмой как профилактика тяжелых поражений при ковиде? Вряд ли это будет, конечно же, каким-то профилактическим методом. Скорее, с точностью наоборот, здесь нужно рассматривать только в одном единственном ключе. К сожалению, коронавирусная инфекция, как любая вирусная инфекция, даже протекающая не тяжело, да, с поражением верхних отделов респираторного тракта РВИ, она, конечно, способна ухудшить контроль над симптомами бронхиальной астмы. Поэтому нужно принимать в тех же дозах, соответственно, которые были назначены лечащим врачом. Базисную фармакотерапию с использованием инфекционных стероидов. Ну, и я хочу заметить, что речь все-таки идет о пульсотерапии, а не применении глюкокортикостероидов. Вот четко надо понять. Речь идет о больших дозах. Да, это необычная терапия, когда вы даете там 5 миллиграмм и ждете, как что-нибудь случится. Ничего не случится. Речь идет о 500 миллиграммах в сутки. Правильно я повторяю, да? Вот, поэтому здесь совершенно, так сказать, другой подход. Это огромная доза, чтобы сшибить вот эту воспалительную реакцию. Да, воспалительные эффекты добиться. Применение пациентов с легочным пиброзом, как быстро снижать дозу. Сначала нужно ли ее начинать? Вопрос тоже неочевидный. Да, здесь однозначно каждый клинический случай индивидуален. И я еще раз говорю, если у пациента сохраняются массивные изменения с нарушениями газообмена, вот здесь, конечно, можно подумать о назначении пироральных стероидов курсом на две недели в дозе 0,5 миллиграмм на килограмм. Где-то так вот. Вопрос от анестезиолога при необходимости кислородной поддержке отдать предпочтение высоко концентрированной низкопосточной кислородотерапии, высоко поточной кислородотерапии или СПАП. Знаете, ну, все-таки мы говорим в моем ключе как не допустить до врача-пульмонолога, но помните, вот та задача, которая там прозвучала в моем докладе, да, не допустить более высоких уровней респираторной поддержки у этих пациентов, вот, и на мой взгляд, на мой взгляд, это было понятно наверное с самого начала пандемии, все-таки высокопоточная оксигенотерапия ну, позволяет в общем-то добиваться хороших показателей, то есть конечно же должны быть применены все возможности соответственно перед интубацией трахеи у этих пациентов. На мой взгляд, здесь собственно опыта в этой ситуации достаточно мало, у больных в таком тяжелом критическом состоянии все-таки высокопоточная оксигенотерапия с потоком там 25-35 литров в минуту такие аппараты в настоящее время есть, это очень жизнеспасающая стратегия, вот, либо под давлением когда мы говорим соответственно о СИПАП-терапии но вот все-таки высокопоточная оксигенотерапия так по опыту, по ощущениям мне кажется является таким перспективным методом приведения пациента с поражением легких в рамках коронавирусной инфекции. К сожалению, аппаратов в наших стационарах подобного рода немного. Ну, мы повыкидывали аппараты для этого самого как оно под давлением когда кислород в камере барокамеры все прикончили за последние годы, хотя в принципе они, наверное, здесь помогали бы. письменные рекомендации вопрос. Про письменные рекомендации на публика письменные рекомендации на сайте gvkg.ru вот мы сейчас пишем рекомендации общества терапевтического где Андрей Алексеевич является автором поэтому напишем ну, собственно говоря мы вам все время это рассказываем поэтому вы что думаете он тут просто так появился он появился потому что мы это обсуждаем это опыт это определенные инновации мы поэтому собственно обсуждаем методические рекомендации общества терапевтического вот в отношении ингаляционных глюкокортикостероидов друзья, еще раз поймите речь идет о больших дозах глюкокортикостероидов ну, забудьте вы про ингаляцию ну, какие ингаляции в этой ситуации мы другую проблему обсуждаем цель назначения так медработникам предлагают плаквенил ну, плаквенил же уже доказано неэффективен и опасен но здесь вопрос о профилактике и он не случайен потому что он есть в шестой версии национальных рекомендаций вот хотя бы вышло позже да могу прокомментировать что только в наших рекомендациях и в турецких если не ошибаюсь ну, такой такая возможность профилактики как бы предусмотрена но с учетом вновь вышедших данных наверное, все-таки данный режим профилактики требует еще более серьезного обсуждения значит не я задал вопрос использовали ли вы плазма ФРС я могу на вас ответить что у вас колонки кончились да, я правильно услышу? к сожалению, да мы не успели пока еще попробовать плазму ФРС у наших пациентов но, кстати говоря надеемся на это ну, я хочу сказать что вот одна из клиник а именно господин Шевченко они плюнули на колонки взяли на станцию переливания кроя центрифугу и шуруют сейчас на центрифугах потому что это дешево сердит и просто и не требует больших капиталовложений вот раз они это делают значит, наверное они тоже видят хороший эффект вряд ли они стали бы делать если бы ничего не видели там есть еще вопрос в приказе Минздрава по специальности пульмонология прописывается наличие применения аппаратов для инвазивной вентиляции СИПАПов ну, коллега наш институт климатолог сам, я думаю ответил на этот вопрос это же препараты для СИПАП-терапии это лечение пациентов с ночным опно вот поэтому они действительно присутствуют в приказе так как мы занимаемся этим в том числе ну, хорошо спасибо тогда Андрей Алексеевич он украсил нашу, так сказать сегодняшнюю конференцию практическими своими наблюдениями и предложениями вот и у нас остался последний вопрос про телемедицинское выявление ранних признаков COVID-19 с помощью нашей платформы COVID о, COVID извините медикейс медикейс о которых мы много раз рассказывали сейчас мы ее приспособили под ковидную тематику и Андрей Павлович Воробьев уже кандидат медицинских наук расскажет вам этот вопрос пожалуйста добрый наверное скоро вечер коллеги пошел пятый час вебинара и наконец я могу выступить уже с наверное финальным докладом на сегодняшнее мероприятие я хотел собственно говоря рассказать о наших наработках по части симптоматического выявления признаков ковида я постараюсь побыстрее у меня не проматываются слайды поэтому я тут сейчас пробую разные варианты ну вот стрелочка проматывается основная проблема который с которой сегодня столкнулась большая часть людей которые еще не попали в больницу с признаками COVID-19 это страх сегодня люди находятся в самоизоляции они боятся соседей они боятся родственников и уж тем более им страшно обращаться за медицинской помощью в клинике куда идут все кого что-либо беспокоит доступность медицинской помощи также довольно сильно пострадала многие государственные клиники перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19 некоторые больницы некоторые поликлиники карантинизируются как только там выявляют кого-то из персонала и так далее и конечно тут немалую роль играет страх попасть под карантин потому что в случае подозрения у пациента COVID-19 его в государственном здравоохранении сразу изолируют его родственников изолируют всех включают вот в эту вот страшную систему цифрового концлагеря когда нужно в 4 часа ночи просыпаться и отвечать на телефонные звонки а иначе штраф и конечно это все не добавляет никакой пользы пациентам все эти позиции говорят об одном что люди запуганы и наша задача им помочь по большей части сейчас бороться именно со страхами и сомнениями тем у кого нету явных признаков и здесь встает вопрос а собственно говоря как мы можем помочь и что делать здесь первое и самое основное что нужно дать это поговорить людям с врачом хорошо когда у людей есть контакты врача хорошо когда у них есть возможность там с помощью телемедицины созвониться с живым врачом но иногда люди стесняются и не хотят и неудобно и зажаты в тесных квартирах когда беседовать при всех родственниках тоже не очень удобно и как раз здесь мы предлагаем вот использование в том числе и нашей технологии для вот такой предварительной диагностики ведь все-таки 80% всех диагнозов ставится от момента когда пациент вошел в дверь ну еще можно ему пару вопросов задать этого достаточно чтобы врач уже предположил какие диагнозы могут быть у пациента а все остальное параклиническое лабораторная диагностика инструментальные методы исследования они уже нацелены на уточнение диагноза на его валидацию и так далее сразу возникает вопрос а можно ли действительно можно и много лет мы занимаемся развитием телемедицины внедрением ее в нормативную практику сейчас вышел новый интересный приказ я еще не успел достаточно подробно с ним ознакомиться идет законопроект о том чтобы разрешить правительству корректировать порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в условиях чрезвычайной ситуации ну такой как сейчас это конечно будет полный беззакон потому что правительство будет также каждый день менять свои указы и что мы с этим будем делать я не знаю потому что все-таки телемедицина это большая информационная система как выглядит наша система мы общаемся с пациентом с помощью вопросов мы задаем ему вопросы на которые можно ответить да или нет вопросы строятся по принципу древа решения в зависимости от того как пациент отвечает система ветвит вопросы в нужную сторону в дальнейшем есть два варианта циркуляции информации в этой системе естественно после ответа на вопросы система получает получив ответы формирует возможные диагностические гипотезы оценивает их вероятность и дальше она может возвращать пациенту информацию возможных у него гипотезах и передавать эту информацию для консультации уже врачу и врач принимает дистанционно те или иные решения время которое пациент затрачет на вопрос в среднем составляет около пяти минут в зависимости от того какой модуль он выберет но в среднем это немного и врачу уже не остается ничего кроме как посмотреть на готовые решения сопоставить их с симптомами которые обозначил пациент и принять решение оно занимает у него полторы минуты в среднем ну врач работает с такими осмотрами как со списком входящей почты но не буду на этом останавливаться проскочу дальше мы внедряем свою систему с 14 года начинали с Карелии сейчас у нас в условиях государственной медицины работает три региона это Камчатка Орловская область Карелия ну и в частном секторе работаем естественно по Москве и регионам всего было обследовано уже более 2300 пациентов которые вошли в выборку на которой проводилась валидация системы и оценка ее эффективности более 75% 78% диагностических гипотез которые формируют систему имеют абсолютную высокую вероятность валидность оценивалась врачами Московского общества терапевтов ну вот здесь приводится пример как врачи оценивают вероятность диагноза стенокардии при различных комплексах симптомов и показателей так например загрудинные боли при физической нагрузке это 85% вероятности а загрудинные боли быстро проходящие самостоятельно это лишь 53% вероятности что попадает в низкую категорию тот же пример например артериальной гипертонии высокоартериальное давление врачи готовы сразу согласиться с тем что это артериальная гипертония хотя учитывая во внимание предыдущий доклад Михаила Петровича Сувенкова наверное имел бы смысл перемерить несколько раз давление посмотреть его динамику но у нас есть отдельная система которая заставляет пациента перемерить давление если оно выходит за пределы но это уже работает в условиях когда система давно знает пациента и следит за его давлением безопасность и точность системы безопасность системы оценивалась по принятию решения о маршрутизации то есть проведя опрос система предлагает пациенту либо экстренно обратиться к медицинской помощи либо планово ну либо неотложной форме или отсутствие необходимости острого обращения к врачу это коррелирует с международной системой триаж по сортировке в нашем случае решения врача и системы совпали в 92% случаев но в основном система более ургентно оценивала ситуацию лишь в одном из 6% случаев система отметила отсутствие необходимости обращения за медицинской помощью когда врач предложил плановый прием таким образом безопасность мы оценим в 98,4% с чувствительностью сложнее мы выявили что система в среднем на 10% больше выявляет хронических заболеваний у пациентов чем было ранее установлено врачом ну кроме медицинских показателей мы также собираем информацию о качестве жизни о социальном статусе пациента о факторах риска и так далее ну вот здесь интересный пример жителей отдаленных деревень как качество жизни снижается с возрастом к сожалению не удалось достичь статистической достоверности различий но тем не менее на графике видно что тенденция идет вниз также мы обучили систему контролировать хронические неинфекционные заболевания то есть пациент включая в программу мониторинга отвечает на вопросы системы примерно раз в неделю вводит данные результаты своих измерений и получает кривые с формированием индивидуальных предельных значений то есть это некий коридор который вы видите красными линиями в котором система прогнозирует что пациент допустимо может получать результаты своего артериального давления здесь пример приведен именно на артериальном давлении ну вот получилось что с такой системой пациенты готовы работать когда это не требует от них каких-то дополнительных необходимых действий и комплентность здесь довольно высокая ну приведу на примере такого пациента значит 71 года пациент с артериальной гипертонией долго подбирали терапию но достигли наконец нормальных цифр но тем не менее состояние и качество жизни не улучшалось значимо при этом пациент отказывался от измерения уровня глюкозы хотя диагноз сахарного диабета у него также был когда наконец он начал измерение то мы увидели что у него идут крайне высокие цифры сахарного диабета и только скорректировав эти цифры мы получили еще и снижение артериальной гипертонии именно на фоне терапии сахарного диабета а также подтянулось и качество жизни и за несколько месяцев нахождения в программе он в общем достиг уровня качества жизни там от 50 до 70 по визуально-аналоговой шкале что мы какую задачу поставили сейчас на фоне вот этой вот всей ситуации с коронавирусом мы сформировали их следующим образом автоматизация первичной симптоматической оценки состояния пациента то есть система должна собрать необходимый объем информации который нужен для того чтобы заподозрить коронавирусную инфекцию или же возможные сопутствующие другие патологии также необходимо оценить вероятность заражения ковид то есть это вот вопрос вероятностного прогнозирования и как раз подключения методов искусственного интеллекта и формирование рекомендаций по плану обследования мы разработали древовидный опросник позволяющий получить эти данные симптомов мы заложили в систему диагностические алгоритмы которые позволяют различать ковид-19 разных степеней тяжести пневмонию хроническая обструктивная болезнь легких некоторые другие острореспираторные заболевания и также аллергические реакции ну еще несколько других патологий тем не менее все эти алгоритмы получены на текущих условиях экспертным путем потому что статистических данных все-таки сейчас в открытом доступе не так много и мы планируем в ближайшее время набирать эти данные патологии ковид-19 ну и заодно с другими заболеваниями схожими по симптоматике поэтому если вам интересно каким-то образом поучаствовать в этой работе то пожалуйста заходите на сайт наш и заполните форму обратной связи обязательно укажите ссылку на сегодняшнее мероприятие что вы хотели бы принять участие именно в тестировании системы по выявлению ковид мы тогда вас будем как-то тоже подключать спасибо так ну что друзья мы закончили сегодня проведение нашей конференции по актуальным вопросам мне кажется она получилась достаточно актуальной достаточно интересной насыщенной может быть мы не все не все вопросы какие только можно было осветили по ковид инфекции но мне кажется мы ее рассмотрели с очень разных сторон и значимо как обычно результаты нашего сегодняшнего заседания будут доступны в ютубе через пару тройку дней там можно будет еще раз просмотреть все лекции единственное мы сейчас вот сидим обсуждаем делать ли нам по отдельности каждую лекцию выкладывать или выкладывать всю конференцию целиком вот ну в любом случае я думаю что для всех это было полезно потому что мы старались обсуждать практические вопросы не теоретические вопросы и обсуждать их еще раз повторюсь с очень разных позиций кардиологии диабетологии подагры почек система свертанной крови и так далее и так далее ну вот профилактика и иммунологов можно ли надеяться на подобную конференцию не знаю у меня нету дружбы с иммунологами а профилактика вы что имеете ввиду ношение масок или перчаток мы можем это обсудить но вряд ли это относится к профилактике пока на самом деле никто про профилактику если вы имеете ввиду вирусную инфекцию то никакой профилактики не существует а если вы имеете ввиду профилактику осложнений то по моему мы только об этом здесь и говорили вот ну вот уже появляется можно по отдельности ну и так и так наверное может быть мы сделаем ну посмотрим как будет удобнее вот а все таки это конференция целостная и тут есть некоторое обсуждение в процессе которое может быть не будет понятным если люди просмотрят только одну лекцию то непонятно с чего вдруг мы с Михаилом Петровичем Савинковым обсуждаем проблемы свертывания крови когда он рассказывает про приборы для измерения давления вот ну в общем мы сейчас тоже еще обсудили что наверное у нас будет будет потенциал через некоторое время сделать повторную такую конференцию может быть позвать еще специалистов по другим вопросам потому что явно вылезает психиатрическая проблематика связанная с депрессивным состоянием мы недавно делали вебинар по как раз депрессиям можно попросить выступить уже сейчас наверняка набрался определенный материал по этому вопросам есть проблема с желудочно-кишечным трактом может быть еще поговорим подумаем про реабилитацию опять же мы наберем сейчас у нас уже идет набор уже первые пациенты с ковидом и не ковидом отвечают на систему нашего медикейса и мы знаем уже с какой точностью система работает пока впечатление что очень точно работает но это не статистика это так сказать понятно вот да депрессия актуальна и важна Светлана Светлана но я понимаю всем важно конечно у всех а в смысле медикейс включена нет это я тут ерничу поскольку это моя по-моему сестра поэтому у нас дальнее родство но тем не менее вот кожные проявления да очень много кожных проявлений воскулитов кстати говоря много сегодня тоже их показывали чуть-чуть затрагивали тоже можно обсудить это важно потому что непонятно как с ними быть как с ними жить как их лечить может быть действительно кортикостероидами большими дозами а может быть плазмоферезом вот я хочу попробовать людей позвать тех кто плазмоферез делает но вот несколько клиник уже есть поэтому может быть удастся какой-то предварительный опыт их обсудить вот поэтому я думаю мы много еще будем возвращаться к этой тематике потому что действительно мы со многими вещами не то чтобы впервые столкнулись но мы с ДВС-синдромом не впервые сталкиваемся мы его хорошо знаем лечим умеем но мы впервые столкнулись с массовым таким поражением и второе с чем мы столкнулись с массовым сопротивлением вот это меня конечно тоже угнетает потому что Зайцев Андрей Алексеевич тоже пытается например пробить высокие дозы глюкокостероидов через Минздрав но это же рекомендация Минздрав почему бы там не написать что можно попробовать можно провести исследование отказываются не хотят то есть вот этот негативизм он удивителен в этой обстановке и у меня вызывает огромное количество вопросов ну остается большой вопрос с высокой смертностью среди врачей остается вопрос вот да видите я прям сказал а вы мне тут выкладываете обсудить профилактику заражения врачей ну откровенно говоря руки надо мыть соблюдать банальные правила поведения потому что я уже рассказывал эту историю что у нас есть приказ о том чтобы заклеить вентиляции в медицинских организациях где лежат ковидные больные буквально вчера пришла информация из Камчатки что там больные находятся в стационаре где там ВИЧ-центры что-то такое у них и там все заклин там дышать нечем люди выходят в коридор спать потому что дышать просто нечем представляете себе аэрозоли которые носятся в воздухе и которые заражают все окружающее вот вопрос об устойчивости флоры о том что делать с этой флорой потом когда все закончится потому что сейчас все там сплошными растворами заливается ведь это выращивается внутрибольничной инфекцией мы знаем что это такое тоже проблема вот реабилитация легких после лечения а последствия лечения антималерийными препаратами ну антималерийными закончим с ними я надеюсь вышла статья мне кажется уже достаточно это же не первый же раз просто это на огромный материал поэтому вдруг все встрепенулись это тоже было много сообщений об неэффективности опасности некоторые работы есть о том что в Бразилии очень высокой летальности за применение противомалерийных препаратов так что это не новость последнего дня но обсудить наверное стоит вот ну давайте необходимо озвучить плазмфрес в ближайшее время ну друзья мои два раза озвучивал 9 апреля посмотрите на ютубе и 20 апреля обе оба вебинара они правда длинные по 3-4 часа но я там очень подробно рассказывал про плазмфрес когда его надо делать ну посмотрите вот последний вебинар 20 числа буквально он только что был вот вот Андрей выкладывает ссылку на него да на последний ребагит как профилактика можно ли ну можно судя по всему но требуется исследование конечно но первое впечатление что можно вот так что если кого-то интересуют какие-то вещи про плазмфрес вот есть ссылка но там конечно нет методики мне сейчас вот пишет анестезиолог реаниматолог из Тольятти а как быть а каковы протоколы как проводить я никогда в жизни этого не делал а у нас аппарат есть ну мне трудно что-то ну понимаете я не могу из Москвы обучить врача в Тольятти с другой стороны это достаточно элементарное можно просто сделать отдельный вебинар по плазмфресу при просто по плазмфресу по технике по технологии по протоколам как и что вот ну наверное на этом я закончу я поблагодарю всех тех кто выступил кто сделал большую работу по подготовке к этому к этой конференции потому что как вы понимаете она создавалась что называется с колес непосредственно вот к сегодняшнему дню никто заранее ни к чему не готовился такому большому вот и поэтому честь и хвала тем лекторам которые сегодня выступили ну и еще раз хочу поблагодарить всех наших спонсоров которые помогают нам в проведении этих вебинаров и хочу заметить что они не просто помогают но и очень много информации представляют которую мы не всегда можем получить ну вот один из информаторов у меня сотрудник компании сидит где-то в Бордо и оттуда шлет мне регулярно пресс-релиза кампании по поводу ковид-19 ну потому что по-другому нельзя но мы не можем сейчас все обозреть с другой стороны конечно фантастическая история что вся информация сегодня публикуется в открытом доступе в интернете и вы легко по ключевым словам буквально за несколько кликов можете найти ну почти любую информацию мы несколько раз уже так делали начинаешь какую-нибудь газетную статью где какая-нибудь очередная вспышка энтузиазизма журналистов начинаешь кликать туда-сюда и буквально через 3-4 клика ты выходишь на исходную научную публикацию которую уже можно оценить хорошая она плохая насколько она доказательна и в этой публикации наверняка содержатся ссылки на литературу можно посмотреть на что они ссылаются и таким образом создать свое собственное представление о той или иной довольно узкой проблеме у нас такого доступа раньше не было потому что мы имеем сейчас доступ к полнотекстовым статьям с картинками с морфологией с рентгенами КТ и так далее и так далее поэтому мы конечно сейчас находимся в уникальном положении в плане развития вот этих интернет технологий дистанционных технологий и с точки зрения научной и с точки зрения медицины спасибо всего хорошего до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok